Славянская радио Всем здравия, с вами Народное Славянское радио Сегодня у нас 30 марта 2016 года Среда по одному из современных календарей По одному из старинных 29-й день месяца пробуждения природы 7524-го лета Тюняев Андрей Александрович У нас в студии виртуальной Здравия Здравия И говорить мы сегодня будем На такую интересную тему Как происхождение языков Но мне кажется, что мы будем говорить вообще Происхождение языков Но наш основной будет упор Скорее всего на наши славянские языки Если я правильно понимаю Или как-то не так Так, так, так Правильно все вы говорите Наши родные будут Им будет уделено больше внимания Чем дальше от нас, тем меньше Хорошо Тогда, наверное, такой предварительный вопрос С моей стороны будет вполне уместен Вообще, происхождение языков Это какой Вот я не люблю иностранные слова Но Произнестуют там Или парадигмы Или версии Происхождения человека на Земле Ее как можно отнести Мы как-то в одной из передач говорили Что существует Ну как минимум три основные А там еще много подвидов Это библейское происхождение Когда слепили кого-то там И так далее Второе Это когда эволюция Дяденька Дарвин Сказал, что вполне возможно И третье Когда прилетели сюда наши предки И вот мы здесь так с тех пор и живем Вот если мы говорим про первые две То происхождение языков Может быть Ну с одной стороны там Господь кому-то что-то дал С другой стороны Обезьянки сами До этого дотумкали А третье Ну были наши языки И они так и были А если мы берем четвертую Смежную версию То получается, что У кого-то они были Изначально по роду Кому-то что-то давалось А кто-то до этого дотумкал Вот Какая версия Из вот этих Трех и четвертый Как объединяющий Вполне возможно На ваш взгляд Вы знаете Вот все эти версии Конечно Имеют место Право Место на жизни Но Ни одна из них Неправильна На мой взгляд Конечно Но не то, что я отметаю Все четыре версии Или даже пусть их будет Десять А смысл в том, что Жизнь она намного сложнее И она всегда идет Комбинированным путем Возможно Варианты Проникновения Всех этих систем Так вот Прямо Начну с примера Многие знают Что есть Говорящие попугаи Другие птицы Они тоже владеют Ну например Человеческим языком Ну например Тем же русским Но это не значит Что Этот язык Развился В их популяции Это всем понятно Это как говорится Дважды два Но с другой стороны У тех же попугаев У них есть свой язык Который Мы пока понять не можем Но мы и не стремимся Его понять Но они-то Между собой Ведут общение Определенное Самки Самцы Детеныши Потенцы Все это Происходит Общение На определенном языке И так причем У всех Живых существ Поэтому Язык Необходимо Рассматривать На современном уровне Не так как вот В прежние годы Когда например Ну Любая из тех Названных Вами версий Имела бы Место На жизнь А Рассматривать Язык Нужно На современном Уровне На так скажем Компьютерном На компьютерной Парадигме То есть когда Язык выступает Средством Коммуникации Определенных Организмов Которые находятся На одном и том же Уровне Ну то есть Грубо говоря Двух людей Там Или двух попугаев Или двух Собак У каждого У каждой пары Разговаривающих На своем языке Существ У них всегда будет Свой определенный язык Он зависит Как от антропологии Или От конструкции Организма Так и от каких-то Других Внешних условий Ну например Среды обитания Вот берем Тех же дельфинов Если они не могут Говорить Связками через воздух Потому что Находятся в воде Они разговаривают Другими Средствами Например Ультразвуком Или определенной Поведенческой Информацией Обмениваются Вот такая Вводная парадигма Так скажем Ну во всяком случае Я не вижу здесь Исключения Того что Я сначала сказал Потому что И то и другое Третье Оно В эту теорию Вполне вкладывается Вполне ввязывается И уместно Потому что Языки Они Языки Они могут Трансформироваться Они могут Смешиваться Они могут Как-то забываться Дополняться И так далее Но вот Как Опять же Мы замечаем Русский язык Он хотя и впитывает в себя Слова паразиты Иностранные И является донором Для других Каких-то языков Где трансформируются Наши слова И потом Как многие ученые Опять же сейчас Следят за этим Говорят А вот же смотрите Латынь Напичкан нашими словами Санскрит Так вообще там Чуть ли не 50% Это Вполне понятные Современному даже Уху Чуть-чуть так Да Вот Слова То же самое Приходит к нам Мы понимаем Что вроде бы он влился А потом Через какое-то время Становится вроде бы нашим Но со временем Ну как-то отпадает Изменяется И обрусил То ли обрусил То некоторые говорят Обрусил Да Слово Или вообще Искореняется То есть Тренд Опять же Такое паразитарное слово Появился Все там повеселились Потом со временем Забыли И опять русский язык Самоочищается То есть как-то вот так Ну то Опять же Все-таки Начнем Начнем От классики В теории Так скажем Языка Вот происхождение языков И Около этого Всегда существует Такое понятие Как субстрат Суперстрат Субстрат Это язык Основы носителя А суперстрат Это язык Привнесенный Поэтому любое Заимствование Оно в принципе Является В той или иной степени Суперстратом Ну положительным Или отрицательным Это зависит От самого Заимствования Вообще же Происхождение Заимствований Любых языков Или перекочевки Так скажем Слов из одного языка В другое Оно Ощущается Посредством Тех или иных Изобретений Нововведений Вот например Появилось слово И оно распространилось Там на определенный Куст языков Потом вторым эшелоном Его перевели На какие-то Свои Наречия И уже вторым эшелоном Распространились Те слова Которые были Переводными Или например Тут же самолет Или Ну много слов Можно привести И распространение Проникновение языка В язык Всегда происходит Подобным образом Придумали Лук Например Когда в древности С которого стреляли Вот пошло от него Целое направление Слов Придумали например Такой термин Как бог И от него Пошел свой слов Слов И кстати По развитию Этого Куста Слов Можно всегда Определить Старое слово Или Новое Ну например Вот опять же Тоже слово Бог Несмотря на то Что это Все объемлющие Понятия Которые Нас погружают В себя полностью Это молодое слово Почему Потому что В русском языке И в остальных языках Практически нет Ему однокоренных слов Ну есть там Богатырь Богатье Богатство Ну и в общем-то И все И может быть Пара-тройка Терминов Однокоренных Найдется в других языках То есть это Новое слово Которое родилось Не так давно Вот по моим подсчетам Это примерно где-то Не знаю Восемнадцатый Девятнадцатый век А до этого Этого понятия Просто не было Либо оно было в каком-то Зачаточном Таком положении А Оперировали люди Каким-то другим Словом Так вот Всегда языки Следуют Вслед за своими словами А слова Следуют Вслед за своими носителями Людьми Которые их произносят Поэтому Если например Говорить что Такой вот Ужасный Лингвистический термин Как индоевропейский Язык Вот если его разбирать То это конечно Порождение Чудовища Потому что Никогда Индийцы В Европе не были И европейцы В Индии Были только В самое последнее время И поэтому Говорить например Объединять В пределах Одного понятия Такие полярные Точки земли Это неправильно Это вносит Очень большие искажения В картину Языкознания В целом И порождает Очень большое количество Споров Поэтому Само вот разделение Языка Выделение из него Какой-то Первоосновы Каких-то наслоений Это дело Очень такое Хлопотное И я бы не сказал Что оно продуктивное Почему? Потому что Ну вот Все прекрасно знают Если какое-то Слово заимствуется Например в русский язык Оно потом обрастает Суффиксами Приставками Еще какими-то Там Дополнительными Эффектами И Настолько Вплетается В русскую речь Что уже И воспринимается Как свое родное Поэтому Танцевать В принципе В языкознании Лучше от корней Или лучше даже От самих Каких-то Кустовых понятий Ну таких Основных Как например Камень Дерево Ну таких Первоначальных Которые Человек мог Осознать В самый Ранний момент Вообще же Происхождение Языков И вот развитие Языков Следует все-таки Привязывать К антропологии Поскольку Язык Он следует За человеком И в общем-то Он от него Не оторван И не может Быть оторван И естественно Если накладывать Язык на антропологию То есть языки На антропологию То возникает С самого же Первого же момента Разночтение Они связаны С тем Как образовался Человек Вот с чего Вы начинали К этому в принципе И сводится начало То есть Либо мы прилетели С другой планеты Либо мы Произошли от обезьян Либо еще Как-то нас Включили Каким-то тумблером Но Вопрос Вот первоначального Происхождения Он в принципе Является Самым главным Ну и естественно Он до сих пор Не решен Есть Многие Антропологи Которые считают Что человек Вышел из Африки Я считаю Что это Полнейший бред Потому что Африка Это не Жизнеспособный Континент По крайней мере В наше время Я имею ввиду Внецивилизованном виде А В прежние времена Не знаю Но Археология Показывает Что В Африке Были самые отсталые Из всех известных Археологических Культур И Из Африки Человек просто Не мог произойти Потому что Цивилизационно Он развивался И антропологически В обратную сторону То есть В то время Когда в Африке Были Архантропы Так скажем У нас уже Были более Продвинутые Версии Того же Человека Но правда Это не по костям Установлено А по археологическим Культурам То есть У нас В синхронные Времена На нашей территории Вот на русской Равнине Всегда существовали Более развитые Археологические Культуры То есть Это значит Что и люди Были в принципе Более развитые Потому что Моторика Например Тех же рук Чтобы сделать Орудие Работы Например Она следует За мозгом А мозг Следует За антропологией За развитием Самого человека Поэтому В общем-то Язык Это как бы Верхушка Вот этого Айсберга Которым Является Самый человек И его происхождение И само Человеческое общество И язык Он Подлежит Так скажем Непосредственным Изучениям Его можно Пощупать Поговорить Поизучать Повертеть Каждое слово Сравнить Через словари Еще каким-то образом Разобрать На буквы Посмотреть Азбуки Алфавиты То есть Язык Это удобное Место Для изучения Место и средства Для изучения Самого человека Ну и его происхождения Поэтому Если отталкиваться Вот от этого Первого этапа Что же такое Само происхождение Человека То На мой взгляд Человек Произошел Все-таки На нашей территории На территории Русской равнины Это произошло Примерно Так Приблизительно Приблизительно Примерно Где-то около Двух Двух с половиной Миллионов лет Тому назад А потом Постепенно Этот человек Не мигрировал А еще Образовался В нескольких Центрах Земли И Вот эти Четыре центра Я их назову Это Европа Русская равнина Южная Африка Центральная Азия И Индия И еще последние Это Юго-Восточная Азия Вот эти центры Образования человека Они и породили Первоначальные потоки Языков Те, которые Между собой Отличаются Кардинально То есть Формирование Звуков И понятий Не следует Одно из другого А кардинально Расходится Ну, например Австрические языки То есть Это вот Юго-Восточная Азия Они совершенно Имеют Иную основу В своей Конструкции Чем, например Языки той же Южной Африки В них нет Ничего схожего Я не говорю А принципиально Там даже корней Похожих нет И вот Этот промежуток Времени О котором я сейчас говорю Когда появились Сформировались Так скажем Четыре потока Главных языков Это примерно Ну, 13-14 Может быть 11 тысяч лет До нашей эры Это Так скажем По классике А потом Идет уже Все это Развитие Вот этих Четырех потоков И между собой Они начинают Переплетаться Это уже Следующий этап Так вот 11 тысяч лет Ну, возьмем Для ориентировки Эту дату Чтобы она Не плавала у нас Как говорится В мозгу 11 тысяч лет Это как раз То время Когда Начался Началась Такая Самая активная Фаза Мезолита На русской равнине На равнине На нашей территории Уже был Развитый язык И Об этом Свидетельствуют Косвенно Такие вещи Как Например Весла Которые найдены Для этого периода Весла для лодок Имеется ввиду Значит Наконечники Копии Разнообразные Наконечники Стрел Символик Разнообразные Статуэтки То есть Люди Были уже Развиты Значит Был и развит Язык По крайней мере На такие темы Как например Охота Рыбная Ловля Перемещение Лес Ну Такие планы И В каждых Территориях Вот Четыре Я обозначил На каждых Территориях Все эти Планы Которые Обозначались Словами Они были Естественно Все разные И Поскольку Человек Образовывался В разных Условиях Он имел Помимо Своей Ментальной Такой Подкорковой Работы Различия Он имел Еще различия И в Антропологии Например Картвейские Языки Они опираются На Так скажем На Не очень Сильную Развитость Подбородка А подбородок К нему Крепится Множество Мышц Которые Управляют Той или иной Артикуляцией В определенных Словах Или например В картвейских Языках Используется Тот антропологический Принцип Что высокая Носоглотка Это делает Более распространенными В этих языках Носовые Гласные То есть Те вещи Которые сейчас Во французском Сохранились Это как раз Наследие Картвейских Языков Той линии Так скажем Когда идут Носовые Гласные На русской Равнине Такого не было Подбородок Был всегда Выступающим Достаточно Далеко И Носоглотка Была Так скажем Низкоопущенная Чтобы это было Понятно Поэтому На русской Равнине Никогда не было Носовых Гласных И никогда Не было Претензий К артикуляции При произношении Каких-то слов Поэтому На той территории Где более развит Механизм Говорения Разговора Ну производства Речи На тех местах Всегда Речь Она имеет Наиболее Чистый Свой Сформированный Вид Начальный Этап Примерно Такое Обрисовывание То есть Несколько Очагов Которые Возникли В разное Время И они Отличаются Потому что И люди Генетически И по внешности Отличались Друг от друга Отсюда И разный Язык Разное Мышление Разные Условия Проживания И так далее И тому подобное И в том числе То что они Производили При помощи Рук Которые Отражают Развитых Их ума Значит языка Вот такая Взаимосвязь У нас Выразовывается Причем Это прослеживается Не только Для древних Периодов Но это Повторяется Все время Вот те Кто Занимается Компьютерными Технологиями Более-менее Погружен Туда в компьютерный Мир Он прекрасно Знает Что у нас Есть например Две глобальных системы Ну я имею ввиду Западные Это PC И Macintosh Вот они Формировались В двух разных Конструкторских средах И получили Естественно Два разных языка Одна и другая Между собой До последнего времени Никак не стыковались И не отчитались И не понимали Друг друга В принципе Человек Такая же система И он Каждый Из потоков Людских Больших Сообществ Формировались В своей Собственной Среде Где И получалась У них Определенная Конструкция А на эту Конструкцию Накладывались Определенные Коммуникационные Свойства Отдельных Персонажей Людей Я вот Слушаю И так мысли В голову приходят О том что Какие-то Находки Помимо Наконечников Стрел Помимо Весел Ну Достаточно Грандиозные Это какие-то Постройки Которые Современная Наука Даже не может Толком Воспроизвести Причем Это не какие-то Известные Пирамиды Которые Сейчас Все Туристы Прекрасно Знают Но и Мегалитические Кладки В разных Частях Света Построены По одному Принципу Ориентированы Можно так сказать Тоже Примерно По одному Принципу И в России Как оказывается Огромное Количество И все они сделаны По одному Принципу Что и в других Местах Так вот Если мы исходим Из этого То развитые Цивилизации До нашей Цивилизации Если можно Опять слово Применять Существовали Может быть Даже неоднократно И Это не исключает То что Были средства Массовой информации Средства Коммуникации Которые Вполне возможно Происходили Наши Средства Коммуникации Средства Массовой информации Точно так же Как средства Построения Тех Мегалитов И сооружений И кладок Которые Мы находим Превосходят Наши современные Возможности Исходя из этого Я могу себе Предположить Что когда-то 20 тысяч лет назад 100 тысяч лет назад 600 миллион лет назад Вполне возможно Что люди Так же Вот общались Может быть Только слово Интернет По-другому Называлось И компьютеры Были другого вида Между собой И были какие-то У них Программы И так далее И тому подобное То есть Языки Могли Свободно Перемещаться Передаваться Точно так же Как сейчас И были какие-то Скорее всего Летательные аппараты И средства Транспортировки Как людей Так и предметов Как здесь на земле Так и где-то Может быть Рядышком с землей А может быть Не совсем рядышком Подальше Вот Поэтому Упрощать все До уровня того Что бегали В разных местах Ребята Кто-то Обернутый Листьями пальмы А кто-то Шкуры Мамонтов К пример На мой взгляд Это слишком упрощенный подход Вот Мы это учитываем Когда говорим О языках Происхождение языков Понимаете Вы сейчас затронули Тему Которая безусловно Очень интересная Я вот изначально Сказал Что Я пока вот Подхожу По классике Так скажем Ну Как вот оно Принято на сегодняшний день Ну С небольшими Отклонениями В сторону Рассуждения 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 Да То что вы сказали Оно конечно Может быть Потому что Ну Во-первых Опровергнуть Это сложно Во-вторых Действительно Артефактов Находится Все больше И больше И они Начинают Подтверждать Показывать Что до нашей Цивилизации Возможно Были другие Цивилизации И это Безусловно Но есть Есть еще И третий Сюжет Который Я последнее Время Рассматриваю Так пристально Пока не знаю Какой вывод Сделать Но вопросов Все больше В этом направлении Направление Вот оно В чем Заключается Как я уже Наверное Говорил В прошлом Я сейчас Не помню В прошлом Эфире Но я говорил Уже О том Что Концепцию Современной Круглой Сферической Земли И космоса Сформировали В принципе Ученые После 1500 Года Нашей эры Это после Коперника До него Концепция Считалась Плоской И там Не было Как такового Космоса Со звездами Поэтому Говорить Например О том Что мы прилетели Откуда-то Из космоса Вот по этой версии Неправильно Потому что Мы можем Оказаться В такой ситуации Что Космос Это выдуманная Система Которая Нам кажется Вот на данном Этапе развития А завтра Мы например Проснемся Как вот В фильме Матрица И выясним Что мы оказывается Все в компьютерной Программе Сейчас ведь И такая В науке Развивается Система Гипотезы Которые Пытаются Проверить И Кто тогда Будет знать Откуда появился Язык И тогда Будет Может быть Считаться Что Язык нам Датен Тем Каким-то Программистом Так скажем В кавычках Ремиургом Который прописан Прописал Для каждого Народа Определенный Свой язык В зависимости От каких-то Параметров Скользящих Параметров Поэтому Как оно На самом деле Было в древности Неизвестно Может быть Действительно Мы проживаем Третью Пятую Десятую Жизнь Как цивилизация А может быть Это все И действительно Подключено Через какие-то Программы Если брать Вот ту версию Которую вы Озвучили Что мы проживаем Какую-то Последующую Жизнь За предыдущими Цивилизациями То здесь Конечно Тоже Есть определенные Подтверждения И вот На мой взгляд Нам Навязывают Какую Теорию Что Например Развитые Люди Они всегда Порабощают Неразвитых То есть Как Например Англичане Пришли В Индию И поработили Индуусов Потом В Америку Переплыли Поработили Американских Индейцев В Африку Пришли Поработили Африканских Рабов Так скажем Ну вот Такого плана На самом деле Если Заняться Анализом Вот этих Вот перемещений То происходит Как раз С точностью Да наоборот Пока Более Развитая Цивилизация Раздумывает А не Ну извиняюсь за выражение Не изнасиловать Ли захваченную Цивилизацию Все в кавычках Так скажем То Менее развитые Цивилизации Не задумываясь Достает ножи И режет Тех кто поумнее Это мы видим И на Улицах наших Городов Когда приезжие Из самых Дремучих Регионов Они просто Не задумываясь Применяют оружие На поражение И уничтожают Очень большое количество Наших Нормальных Цивилизованных Жителей Поэтому Неизвестно Как это было В прошлом И в какую сторону Текли Цивилизационные Реги То ли одна Цивилизация Развитая Уничтожала Неразвитую То ли неразвитая Захлёстывала Своей неразвитостью Развитую Но Откидывать Вот Такой вариант Что были Были Какие-то Древние Слои Нельзя Хорошо Я согласен Причем Сегодня Можно смотреть Не только на улицах Наших городов На улицах И не наших городов Когда вся Европа Стонет уже Вот так называемых Беженцев Которых Кто-то Очень усиленно Подталкивает В европейское Сообщество Для того Чтобы показать Всем Что такое Хорошая была Жизнь Чтобы сейчас Жизнь малиной Не казалась Чтобы развить Многие процессы Которые до этого Европе просто И не снились Современные люди В сытой Европе Не могли себе представить Что такой ад Может случиться Но это еще пока нет Это только прелюдия Вот А по поводу того Что там Развито Неразвито Вот здесь Надо Наверное Сделать Такую Небольшую Ремарочку Если В руках У обезьяны Появляется Автомат Калашникова Довольно Таки Хорошо Изготовленный На производстве Или Обезьяна Нажимает На кнопку Которая Может запустить Какую-то Ракету Или Сидит На самой Ракете Это еще не означает Что обезьяна Относится К высокоразвитой Цивилизации То есть Попадание Высокотехнологичных Предметов В низкоуровневое Какое-то Развитие Цивилизации Низкоуровневое Развитие Цивилизации Еще не означает О высоком уровне Развития Цивилизации Мне кажется Такая аксиома Вполне Приемлемая Так вот Да Когда мы Например Обращаем внимание Что те же греки Говорят о том Что вот У нас Там вот это Построено Вот это Но все почему-то В руинах И им задают вопрос Хорошо Но если вы такие умные Если вы такие прям Ай-яй-яй Прямо Высокого Развитости Люди То в этом случае Почему в свое время Вы не восстановили Все после землетрясения Когда римляне Там что-то Говорят Вот у нас Это мы Учителя Всей Европы А им примерно То же самое Говорят И сейчас Там споры Развиваются Что Россия Всегда была Варажской страной Причем Многие русские Это утверждают Как будто Вот прям Им нравится Когда Мазохизм Мазохизм Да Вот мы вот такие Свиньи Вот мы такие Негодяи А вот в Греции А вот это А вот Рим Им говорят Ну подождите Ну римляне Сами писали Что Вернее до Рим До Рима писали Что обратились К русскому О том Что построить По их принципу Города В том числе и Рим Это же можно Прочитать все Это прям У них написано Греки Тоже Можно понять Когда они В этой Греции Появились В том виде Как они есть Раскопки Говорят о другом Что там Населяли В общем-то Другие люди Несколько Отличающиеся По профилю От греков Которые Греки Больше похожи На народов Которые Привыкли жить Больше На горах Например Ну современные Греки Которые сейчас И как-то Вот Ну эти люди Некоторые Принимают Этого внимания И мазохизм Сторонку Отодвигают И одевают Уже другие Вещи Более русского Происхождения Говорят Вы знаете Да Мы были неправы А есть те Которые продолжают Кричать Шуметь О том Что все равно Все равно Вы варвары И тогда Стоит вопрос А вы тогда Кто И тут Ну ладно Это уже Будет разговор Другой Наверное Тема А то сейчас Скажут Раздуваете Тут 282 В общем так Да Так вот Кстати По происхождению А вы кто Тут вот Интересные Два Тренда Таких Наблюдается Первый Который Вот мы уже Обсудили Это то Что Человек Так скажем Определенных Определенных Территорий Развивался От простого К сложному К современному К цивилизованному Но есть ведь И другая версия Она Неоднократно Даже многократно Уже Описывалась Особенно В 19 веке Исследователями Которые Изучали Мифологию И сказки Русские Они как раз Говорили Эти исследователи Что Поразительно Но в русских Сказках Идет Обратный Тренд То есть Предки Все были Божественные А с течением Поколений Божественность Как бы Нивелировалась Пропадала И человек Становился Современным Человеком То есть Понимаете Это Четко Противоположная Система Образования Человека Поэтому Она может Намекать Например На то Что действительно Русский народ Ну я в широком смысле Говорю Я не говорю Сейчас прям Конкретно Про какую-то территорию Ну вот Русский народ В широком понимании Смысла этого слова Он возможно Произошел Именно От богов Которые Так скажем Очеловечились Со временем В принципе Есть много Различных Мифологических Указателей Которые Показывают Что Возможно Происхождение Человека Шло именно Таким путем То есть Сначала Была Некая Божественная Субстанция Условно Называемой Человеком А потом Постепенно С поколением С поколением Эта вот Субстанция Материализовалась В Такое состояние Которое Сегодня Называется Нашим телом Может быть Действительно Существует Два мира Один Развивался Сверху Вниз А другой Развивался Снизу Вверх И теперь Они вот Переплетаясь Как Китайский Инь-янь Дают Различное Сочетание Компонентов Вот если Что касается Языков То в принципе Я работаю И провожу С 2007 Года То есть уже Так скажем Почти 10 лет Я построил Тогда еще В 2007 Году Такую схему Она на плакате Была Сделана И Даже Так скажем Ее высоко Оценил Наш известный Лингвист Вячеслав Селыч Иванов Он мне написал На плакате Дружественную Надпись Со своим Автографом Ну приятный Такой Штрих Так вот На этом плакате У меня как раз Происхождение языков Оно и было Начато По двум линиям Первая линия Была Условно Привязана К центру Русской равнины А вторая линия Была привязана К Африке И Эти две Линии Они не Пересекаются Глобальным Образом Нигде Единственное Что Ответвление Из них Дают Различные Метисные Языки Которыми Обладают Народы Так скажем Пограничных Слоев Между Африкой И Русской Равниной Вот я как раз К этой схеме Перехожу Давайте мы Перейдем К этой схеме Запомнили Мы рассмотрим Схему Следующей части После музыкальной Паузы Хорошо Хорошо Очень интересно У нас получается Такая беседа Но Регламент Есть регламент Слушаем музыку Отдыхаем В эфире Народное Славянское Радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что по одному Из современных Календарей 30 марта 2016 года Среда По одному Из старинных 29 день Месяца Пробуждения Природы 7524 Лета Осьмится Происхождение Языков Такова тема Сегодняшнего Нашего эфира Главный Сведущий Тюняев Андрей Александрович Итак Мы остановились На том Что И тут На том Что До рубежа 11-го Тысячелетия Существовало Всего Два ствола Два главных Ствола Языков Условно Негроидный И условно Европеоидный Так скажем Европеоидный Он был привязан К территории Русской равнины На мой взгляд А негроидный Он был привязан К южным регионам Африки Значит С чем Это коррелируют Эти данные А ну во-первых Скажу Что других Иных данных В лингвистике Не существует То есть Языков Древнее Одиннадцати Двенадцати Тринадцати Тысяч лет Их просто Нет В самой науке О них даже Никто не пишет Вот есть только Те два условных Которые я назвал Их по-разному Переназывает Там термины Иногда меняют Или уточняют Или дополняют Но тренды Вот эти тренды Я буду часто Сегодня это слово Повторять Так уж Прилипло Сегодня Не будем считать Но вот Два этих тренда Они сохраняются Негроидные И европеоидные Как это коррелирует С современными данными Интересно Что вот Сегодня По ДНК По ядерной ДНК Происходит Очень много Исследований И эти исследования Все более и более Углубляются Как в шире То есть По количеству Исследованных ДНК Так и в глубину Вот на сегодняшний день Опять я Возвращаюсь К теории Так скажем Псевдотеории Которые Записывают Происхождение Человек Из Африки Так вот По сегодняшним Данным Генетическим Ими занимается Несколько лабораторий Во всем мире И они друг друга Перепроверяют За африканскую Популяцию Отвечает Гаплогруппа А2.0 Ну условно Называемая Она все время Меняет свое название Но вот Коренная Гаплогруппа А2.0 И от нее Примерно На уровне 250.000 Лет Отделяется Вернее Она разделяется С А С одним Нулем На уровне 250.000 Лет Так вот От А2.0 Происходят Все негроидные Популяции А от второй Гаплогруппы Происходят Все гаплогруппы Современных Людей Остальных И вот До уровня 250.000 Лет Нет После уровня 250.000 Лет Между негроидной Популяцией И всеми остальными Нет никаких Связей Генетических Имеется ввиду Это позволяет Говорить о том Что Во-первых Никаких Переходов Между этими Датами Вот от Сегодняшнего Дня До 250.000 В глубину Лет Не было И самое главное Что языки На этом протяжении Должны были Формироваться В любом случае Раздельно То есть Не могли Языки Перелетать С человека На человека Без Биологического Контакта Поэтому Популяции Скорее всего Развивались Изолированно И Дальнейшие Судьбы Всех языков Того Южного Региона Они показывают Как раз То что Негроидные Языки Начали Подмешиваться К европеоидным Языкам Ну в глобальном Смысле Я сейчас Называю Негроидные Европеоидные Только На уровне Египетского Царства Так скажем Ну это где-то Рубеж Новой эры Так скажем А до этого Практически Негроидные Языки Они существовали Раздельно Отдельно От всех Остальных И никаким Образом Не влияли На все Остальные Языки Так вот До уровня Одиннадцатого Двенадцатого Тысячелетия До нашей эры Существовало Два ствола То есть Грубо говоря Европеоидные И Негроидные А потом В одиннадцатом Двенадцатом Тысячелетии Началось Расщепление Этих двух стволов Негроидные Пошел В принципе Так прямо Как и Существовал А От европеоидного Условно Европеоидного В широком смысле Европеоидного Откололись Еще Пару языков Даже не пару А четыре Линии языков Которые Были Приурочены К удаленным Территориям Значит Юго-Восточная Азия Это австрическая Ветвь Языков Так скажем Центральная Азия Это Илама-Дравицкая Ветвь языков Китай Потом Индейцы Америки И Даже В некотором Смысле Иберийские Племена Испании Это Сино-Кавказская Ветвь языков И Картвельская Ветвь языков Вот Четыре Ветви Которые Образовались В период Десятого Одиннадцатого Двенадцатого Тысячелетия До нашей эры И параллельно С ними Была Та ветвь Которая Потом Возник Индоевропейский Става Всего На этот Период Было Шесть Генеральных Линей Семей Языков Которые И соответствовали Тем Кустам Человечества Которые Было В этот Промежуток Времени Поэтому Когда Нам Например Говорят Что Было Больше Отчагов Где Возник Человек Они Были Разветвлены Еще Как-то Это Вряд ли Так Потому что Не подтверждается Языковыми Данными Либо Наоборот Языковые Данные Которые Сформированы Сегодняшней Картиной Они Могут Оказаться И неправильными Потому что На такую Глубину Не существует Методов Которые Давали бы Абсолютно Достоверные Результаты Дальше Нужно Отметить Что Чем Важна Дата 10-11 Тысяч Лет До Нашей Эры Это Время Мезолита На нашей Территории На территории Русской Равнины На остальных Территориях Там находились По-прежнему Древние Виды Человека То есть Это Архантропы Которые Вели Ну Говоря Простым Язиком Неодертальский Образ Жизни Только На нашей Территории В это Время Были Мезолитические Культуры Которые Были Достаточно Развиты Я уже Говорил Что Здесь Были Лодки Сани Салазки Это Все Найдено Археологически Датированным 11-12 Тысячелетиями До Нашей Эры Находок Очень Лыжи Луки Копья Сети Любые Снасти Рыбные Ловли Все это Было Одежда Естественно Вся уже Была И сапоги И шуба И все Подряд Это тоже Все найдено Даже для Более Ранних Периодов Так что С археологией Вот такая Концепция Которую я Обрисовал До этого Промежутка Времени До этого Периода Времени Она Совпадает Поэтому Можно Говорить Что С достаточно Высокой Степенью В достоверности Вот Языки Повторяют Картину Археологии Археологии Повторяют Картину Языков И в общем Они Достаточно Хорошо Коррелируют С картиной Антропологической Так скажем Потом Следующий Период Который Вот Самый Такой Начальный Что ли В Массовом Расщеплении Языков Это Период Примерно Пятого Шестого Тысячелетия До нашей Эры Напомню Что это за Период Он Называется Вот эта Дата Ну Пять с половиной Тысяч лет До нашей Эры Это Так называемые Дата Сотворения Мира И вот Здесь интересно Что Дата Сотворения Мира 5509 Австрия Австрия Австрическая Семья Языков Она Породила Все Те Языки Которые На островах В том Районе Сегодня Находятся Поэтому мы На них Не будем Трать Времени И Лама-Дравицкая Группа Языков Она Более Интересна Тем Что Она Завязана На том Регионе Где Находится Северная Индия Театр Тех Мифологических Историй Которым Привязывают Вавилон Древний Шумер И тому Подобное Это как раз К тому Времени Относится И Лама-Дравицкая Семья Языков Она Метисная Семья Она Состоит Из Индоевропейских Наслоений Сверху Или снизу Неизвестно То есть Суперстрат Или субстрат Неизвестно Но скорее всего Субстрат То есть Сверху И Естественно Монголоидной Или Дравидической Подосновой Местного Населения То есть Те которые Были в Южной Индии Там Дравиды Они В общем-то Составляли Туземную Часть Антропологического Так скажем Населения Вот эта Сеть Вот эта Линия Языков Вот эта Семья Языков Она в принципе И дала Все то Множество Языков Которые Вылились И в современный Индийский И в персидский И тому подобное В то направление В котором мы встречаем Естественно И русские Свои знакомые Корни Ну слова нет А вот корни Да Ну и там же Встречается Очень много Наслоений Или составляющих Которые К русскому языку Отношения Не имеют Это как раз Показывает Что Языки Вот этого Вот этого Ствола Вот этой Семьи Они Сформированы Метисным путем Из-за Механической смеси Различных Языков Различных Не показывают Потому что Там Такое Месиво Происходит И там В каждые Периоды Времени Столько всего Намешивалось Что О чистоте Языка Того же Индийского И персидского Говорить Не приходится Поэтому Я конечно Понимаю Что Я сейчас На себя Кличу Так скажем Критику Людей Которые Отдают Первенство Санскриту Или вот Индийским Языкам Но Все-таки Я скажу Что Все эти Языки Индийского Направления Это Метисные Языки И Они Ни в коем Случше Не являются Предковыми Языками Для Индоевропейской Линии И Особенно Для русского Языка То Что Что касается Санскрита Это поздний Язык Это известно Я не знаю Почему Ему Отдают Такой Большой Ну Как бы Карта Бланш И Это известно Что это Поздний Язык Это Второй Первый Второй Век Нашей И Совсем Поздний Язык И опираться На него Как на Предковый Тоже Нельзя Это Все Кстати Известно Это Все данные Известны Я просто Вам Карту распространения Самих Языков Чтобы Было Представление О том Как и в какое Время Как языки Сформировались Ну По принятым Теориям Так скажем Значит Третья Семья Языков Это Синокавказская Семья Языков Это очень Интересная Семья Потому Что Она охватывает Очень много Практически Все континенты Ну Как бы Не казалось Многим Неожиданным Но Ксинокавказской Семья Языков Относится Как раз Китайский Современный Язык То есть Он Родствен Кавказским Языкам И Он Также Родствен Языкам Американских Индейцев И Иберийских Племен Испании И Средиземноморской Части Европы В том числе И арабскому Языку То есть Вот эта Часть Синокавказский Язык Он Распространялся Таким поясом Вдоль Где-то 20-30 Параллели Практически По всей Земле И Наличие Этой семьи Такой Разветвленной На всех Территориях У них Очень схожие Корни Очень схожие Слова И очень схожие Такое Ну Расположение Всех этих Понятий И вот Такое Распространение Этих языков Говорит о том Что Конечно Никакого Открытия Америки Колумбом Не было Потому что В противном Случае Индейцы Америки Говорили бы На каких-то Других Языках А они Говорят На том Языке Что Испанцы Которые Якобы Колонизировали Только На Какой-то Другой На Более Примитивной Более Так Скажем Субстратной Версии Этого Языка Испанский Язык Это В принципе Тот же Внутренней Часть Его Все равно Остается Той Иберийской Значит К Синокавказским Языкам Относится Как раз Тот Период Который Говорит О том же Древнем Шумерии Вавилоне Это Как раз То Время И Синокавказские Носители Языков Они Как раз Завоевали Первоначально Грецию В районе Третьего Второго Тысячелетия До Нашей Эры И вот С тех пор До современного Времени В Греции На самом деле До современного Имеется Тысячу лет Назад Хотя бы В Греции До сих Не было Своего Как такового Чистого Языка Его и сегодня Существует Если вы Посмотрите На Классические Работы Лингвистов По греческим Языкам То Там Видно Что греческий Язык На сегодня Представляет Некое Такое Койне Которое Только образуется В свой Уникальный Какой-то Сплав Языков И когда Еще через Некоторое Время Его можно Будет Назвать Нормальным Греческим Языком А так Это Койне Это Смесь Языков Разных Семей Разных Языковых Систем Поэтому Основа Греческого Языка Та же Самая Что в Китайском И та же Самая Что в Иберийском Испанском И та же Самая Что в Индейском В индейском Американских Индейцев Вот Такие У нас Часть Так Семей Я Обрисовал Остальная Часть У нас Идет Уже Касается Европы Значит Главным Здесь Языком Является Индоевропейский Язык Я считаю Что он Был Привязан К нашим Территориям Это показывает Археологические Артефакты Которые На нашей Территории Именно Уходят От 10-11 Тысячелетия И в глубину Все знают Археологический Памятник Сунгирь Костенки И других 100-150 Памятников Которые На нашей Территории Показывают Что в верхнеполитическое Время Я напомню Это от 15 тысяч лет И дальше Глубже До 30-50 тысяч Лет Существовала Здесь Развитая Культура С развитой Скульптурой С развитым Ремесничеством И естественно Был развит Язык То есть Носители Археология И носители И языки Они друг друга Подтверждают В Европе Такого не было Мы все знаем Что в 10-м Тысячелетии Только сошел Ледник Опять же По классике Который Обнажил земли И они стали Европейские земли Стали Приходны Для проживания Собственно Поэтому В 10-м Тысячелетии До нашей эры И произошло Вот это Расщепление языков Про которые Я говорил Видимо было Какое-то Явление Кардинальное Для погоды В целом На земле Может быть Это что-то Падали метеориты Какие-то Может быть Еще что-то Но вот это явление Оно как раз Побудило Людей Расселяться И путем Расселения На мой взгляд Сформировались Не только Различные Популяции Людей Говорящих Людей Но и Сформировались Языки Так вот В Европе Языки Начали Формироваться Примерно Опять если По лингвистическим Данам То начиная С кельтского Языка Кельтский язык Самый древний Период Кельтского языка Это тысячи лет До нашей эры И вот здесь Возникает Очень интересный Такой Момент Нам все время Говорят Что Европа Была населена В более древние Времена Там 5-6-7 тысяч лет И действительно Есть археологические Артефакты Но Как не вертись Из всех данных Получается Что кельтский язык Самый древний Нет других языков Которые Были Приурочены К Европе И которые Существовали Вот такой парадокс Он существует То есть Если Историки Европейские Или другие историки Хотят доказать Что в Европе Были более ранние Человеческие носители Языков То нужно тогда Придумать какой-то язык На котором они Разговаривали Пока такого языка нет То есть Никакого В Европе Которым разговаривал Древнее население Европы Пока в науке Не существует Ну Некоторые могут сказать Что мол Индоевропейский был Нет Индоевропейского Там языка тоже не было Потому что Кельтский язык Это уже является Не совсем индоевропейским Он тоже метисный И Как известно Кельты пришли В Европу С востока Но с наших территорий Или более Южных территорий Тут уже Не столь важно С приходом кельтов Началась Практически В Европе Началась мясорубка То есть Там Начало формироваться Огромное количество Местных народов И Возник Латинский язык И возникли Ну Различные народы Различные языки Здесь тоже Очень интересно Обратить внимание Вот на что Латинский язык Практически тоже Совпадает с кельтским По возрасту И Возникает Не поймешь Откуда Известный Тоже парадокс Что у латинского языка Нет языка Предка Вот у всех Языков Ну Большинства Подавляющего Большинства Языков Есть язык Предок Ну Например Как вот В русском Есть русский Древний русский Старый Вернее Старый русский Древний русский Там Прорусский И Также везде Греческий Древний Греческий И тому подобное То есть По классификации Всегда это Подход один и тот же Чем древнее стадия Тем она Оговаривается Какими-то дополнительными словами Но она существует Вот в Европе У латинского языка Очень интересная картина Что Нет предков Предковых языков У латинского языка Поэтому Латинский язык Он и сегодня Мертвый И появился Как-то Не очень Внятно И неизвестно Откуда По классификации Он конечно Относится К индоевропейским языкам Но Как он появился Кто его придумал До сих пор Неизвестно Вот И последняя Значит Семья Это Негроидная семья Рассматривать Ее смысл Нет Почему Потому что Она вот как образовалась Так до сих пор Она Изолирует Наскредитные Места пересечения С цивилизованными Народами Там Они не очень большие И Языковых подвижек Таких больших Не дают Ну Некоторые Есть в Северной Африке Некоторые сплавы Языков Существуют Но они так Для вот Общей картины Незначительны Вот такая картина До рубежа Нового эры Примерно складывается И Если ее разбирать Вот так Я смотрю Целиком На карту То можно сказать Что В принципе Вся Цивилизация Она Начинается С Условного Третьего Четвертого Тысячелетия До нашей эры Это по языкам Начинается Примерно В регионе От Центральной России До Центральной Азии И Плюс Небольшие Непонятные Включения Идут Там В той Стране Где Китай И Изолирована Стоит Южная Африка Больше Очагов Вот Обозначенных Языками Их нет А языками Очаги Обозначенные Возникают Только Плотно Уже С первого Тысячелетия До нашей эры Тогда Возникает Вот я Как уже Сказал Кельтский Язык Ну и Там Разнообразные Параллельные Государства Может быть И Народы И Соответственно Языки Вот такая Пока Картина Да Интересная Картина Складывается То есть Получается Были Те Которые Как Сто Там Пятьдесят Десять тысяч Лет назад Существовали Сами по себе Так они Остались А есть Те Которые Все-таки Перемешивались И Уже Не первый раз Слышу О том Что Финны Скандинавы Имеют Какое-то Отношение К Китаю Уже Как-то Когда же Первый раз Ты услышал Теорию Лет Наверное Десять Назад Эту Теорию Посетил Может быть Даже Пятнадцать Я вам Скажу Так По финнам Здесь Ситуация Прозрачная Я До сих пор Не могу Понять Почему Люди Которые Интересуются Древней Частью Истории Того Региона Не могут Понять Что Финны Это Монголоиды Вот Для меня Например Непонятно Почему Это Невозможно Понять Визуально Да Они Похожи Ну Для кого-то Возможно Они похожи На европеоидов Но это Монголоиды Это По классике Так И это Известно Не 10 лет Назад Это Известно С самого Зарождения Антропологии И Известно Вообще Всегда Поэтому Собственно И Гаплогруппа У финнов Н Она Китайская И Поэтому И Гаплогруппа Монголоиды Потому что Они Монголоиды Просто Мы Люди У которых Как говорится Глаз Не Привык Отличать На вскидку Так скажем Европеоида От Монголоида Они Не всегда Видят Не всегда Могут Определить Быстро Монголоид Перед ними Или Европеоид А так По классике Это Монголоиды На самом деле Ну Метисы Так скажем И чем дальше Тем больше У них Европеоидности Это К сожалению Так Или к радости Я даже не знаю Да уж да Пускай сами решают Радоваться Или не радоваться Это уже не наша проблема Только сразу вопрос А как же там Нордический характер Норвежцы Финны И прочие ребята Ну ладно Суть не в этом Суть в том Что мы подошли К очередной Музыкальной паузе Так Шутками Прибавутками Передав Привет Скандинавским Нашим братьям Ну что ж Давайте Прервемся На музыкальную паузу Треста Ваши минутки Ставлю По просьбе Виталия Святозара Аудра Мира Зорюшка В эфире Народное Славянское Радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор Месяца Пробуждение Природы 7524 Лета Осьмидца Происхождение Языков Такова тема Сегодняшнего Нашего Живого эфира Главный Сведущий Тиняев Андрей Александрович Андрей Александрович Идут реплики Вопросы Мы Припасаем Напоследок А вот реплики Пока звучала музыка Из чата Я тут прихватываю Напомню Что работает чат И любой Желающий Может Если конечно Он не хамит И ведет себя По-человечески Может войти В чат Зарегистрироваться Придумав себе Логин Пароль Раз на всю жизнь И задавать вопросы И общаться с друзьями Если же конечно Он там решит троллить То в этом случае Будет оттроллен Раз и навсегда Итак Такая реплика Прозвучала Что-то Бредом попахивает Насчет Монголоидных Скандинавов Скандинавов Ничем отличаются От нас Ну такие же ребята Как и мы Почему так Их привязали Китайцам Не китайцам А к монголоидам Ну во-первых Чтобы не попахивало Бредом Нужно просто почитать Человек Который интересуется Судьбой Происхождением Финов Надо просто почитать Курс антропологии Там все написано Проблем никаких В этом нет Но Надо всегда Уметь отделять Мух от котлет Раз вот Горячие Финские парни И их союзники Так возбудились Я просто Немножко так Поясню Монголоидность У финнов Она связана С лапланским элементом Лапаноидом Лапаноиды Это типичные Монголоиды Проживают Они вместе Но не надо Я не говорил Что весь Финский народ Является Монголоидом Там идет Метисная ситуация Что вот допустим По лапланской линии Монголоидный элемент Примешивается А по Условно Назовем ее По германской По северогерманской Линии Там европеоидный Типль Примешивается Ну гаплогруппа И Так скажем И плюс еще Есть Р1 Б Есть Р1 А1 Вот из этих Сочетаний Этих четырех Элементов Формируется В том числе И финский народ Но у финского народа Поскольку он Соприкасается С лапаноидами У него очень большое Количество Именно Монгольских Включений Вот Вот почему В принципе Фины Они в большей степени За эти столетия Которые прошли Они в большей степени Относятся Теперь уже К монголам А не к европеоидам А например Те же Норвегии Они В такой же ситуации Находясь Но у них Меньшее влияние Лапаноидов Они естественно Больше Индоевропейцы Европеоиды Извиняюсь Вот такая картина Здесь поэтому Пахнет Не пахнет Здесь вопрос Не о запахах А Обычной Так скажем Ситуации Где несколько Существует Несколько Расовых типов Которые С собой Смешиваются Вот и вся проблема Надо вспомнить Здесь фильм Был такой известный Кукушка Кукушка Назывался Когда встретились Финн Который Служил у немцев Снайпер Да Потом наш И вот эта вот Жительница Крайнего севера И вот как они там Общались Друг друга Никто не понимал Говорили-то Одни и те же слова Но только на разных языках Вот это как раз Один из показателей Того что в Финляндии Живут несколько Представителей разных Совершенно народов Которые не то что Друг на друга не похожи Они даже говорят На разных языках Вот А кто Раньше пришел Кто позже Вот это вот другой разговор Вот это другой вопрос И поэтому Там попутал С лапырями Или не попутал Финнов Это вот как раз Надо следует То есть уточнить Ну я уже сказал Лапырями Ну то есть лапланцами Я про них и сказал Весь вопрос Кто когда куда пришел Это очень спорный Это мы возвращаемся К началу передачи К тому моменту Вообще ходили куда-либо люди Или это каким-то образом Конструктивным решается Я например Вот сейчас Когда рассказываю Я придерживаюсь Ну так скажем Классической теории Что есть расы Есть У них свои такие Характерные признаки Но Лен Теория Которую я последнее время Развиваю И Разрабатываю И развиваю Она заключается в том Что Существует Один вариант Конструкции человека А все остальные Разновидности Происходит в результате Мутаций Чем дальше Человек Определенного Исходного типа Ну назовем Европеоидный Условно Уходит от центра Своего образования Ну например От наших территориях Тем больше Меняется Его внешний вид Вслед за мутациями Которые Интегрируют Этого человека В окружающую среду Которая для него Оказывается новой Поэтому Если человек Например Оказался Где-нибудь В том же Китае Он становится Монголоидом Не из-за того Что у него Поменялся Расовый тип Какой-то А из-за того Что Произошедшие в нем Мутации Вызвали вот такое Изменение Космос-скелета Это причем Не касается Не только Земли Мы сегодня Теперь Когда летаем На космических кораблях Мы прекрасно знаем Что даже При отсутствии Невесомости То есть При новом факторе Меняется Скелет Человека И Человек Превращается Там Ну так скажем Более Мягкое тело С мягкими ногами Уже не способно Стоять на Нашей Матушке Земле Поэтому Говорить плохо Это или хорошо Там Монголоид Не монголоид Это так Это только для Картинки Чтобы представлять Вот как это Ну Хоть как-то Хоть какое-то Различие Знаете как В цифрах Вот в десятке Например Двойка лучше Чем тройка Или там Четверка лучше Чем пятерка Да нет Они составляют Вместе Десяток И позволяют Просто оперировать Этим десятком И вести Какие-то подсчеты Вот так же И здесь Монголоидность Европеоидность Это просто краски Они Не несут за собой Ни плохого Ни хорошего Кстати Например Тоже может Для кого-то Открытием Будет Что Те же Башкиры Например Тоже являются Монголоидами Опять же По классике Там Монголоидный Элемент Очень большой Но это уже Ну и кстати Поэтому языки У них Из совершенно Другой Тюркской группы Они не Европеоидные Тоже В связи с этим С тем Что присутствует Очень большое количество Монголоидных В крови Включений Генетики В общем Монголоиды И все По науке Монголоиды Дальше идем По старой науке Так скажем Может быть Поменяется Все Я только Знаете Вот у меня Есть такое Подозрение Что в скором Будущем Ближайшем Будущем Откажутся От Расовых Градаций Потому что Это неправильно Не из-за того Что там Толерантность Или что-то еще А механически По научному Это неправильно Надо какие-то Другие Искать Категории Которыми Объяснять Но раса здесь Ни при чем И как исходники Это здесь тоже А то нам тогда Вешали Грубо говоря Лапшу на уши Что белые люди Попали в Африку Потемнели Из-за того Что загорели Помните Это школьные Вот эти байки В школе рассказывали А монголоиды Стали из-за того Что им песок В глаза попадал Они все время Щурились Это же Типичный Научный Школьный подход Но вот В будущем В ближайшем Будущем Я думаю Что это будет По-другому Объясняться Объясняться Через мутации Да И вообще Слово Раса Здесь Если уж так Разбираться Не совсем Подходит В данном случае Народности Народы Рода Это еще Подходит Куда не шло А вот Раса Все-таки Табула расы Это белая Доска Чистая Доска Чистая Ну так далее Раса означает Белый И когда мы Говорим Что там Черная раса Или желтая раса Или красная раса Ну это как-то Как-то Желто-белая Красно-белая Поэтому Здесь тоже Надо все это понимать Поэтому И с этой точки зрения Вот эта Расология То что называется Она не совсем Состоятельна Надо какие-то Другие слова И термины И подходы Уже искать Пора уже Переходить на это Может быть Здесь мутация Может быть Опять же Мы можем Рассматривать все варианты Что когда-то Обезьяна упала С дерева Сильно ударилась головой Поэтому там Поумнела Или стала ходить На двух ногах Потому что голова болела На четырех Уже не могла передвигаться Да Можем это Предположить Можем предположить Взять за основу Например Шумерские Или какие-то там Другие Вавилонские Версии О том Что прилетали Боги Которые Здесь создавали людей Разного вида Особенно шумеров Там это все Распространено хорошо И они там Смешивали И свою кровь С местными жителями И там Создавали себе Рабов Для того чтобы Работать и так далее Можем мы это рассматривать Можем вообще рассматривать Там что Кто-то проводит эксперимент Можем опять же Вернуться к дару Чего угодно Можем сейчас напридумывать Вопрос в том Что имеет под собой Правду Где основа Но вот На это Росология пока еще Не ответила Да и многие ученые До сих пор не могут ответить Итак Что еще О чем еще поговорим Сейчас пока еще Есть у нас время Около 20 минут Да Ну вот я хотел бы Остановиться Непосредственно На нашем Индоевропейском стволе Так скажем Я уже Сказал Что Самый начальный этап Это был ранее 11-50-го тысячелетия До нашей эры Я повторять его не буду А Первая точка дивергенции Когда Индоевропейский ствол Начал распадаться Опять же По классике Это примерно 5,5 тысяч лет До нашей эры Вот как раз В этот момент Начинаются Всякие расхождения Это Культуры Неолита На мой взгляд Это Совмещено С развитием Археологической культуры Списной керамики Про которую я все время Говорю И которой Широко известно Что это одна И та же культура Которая Распространена На всю территорию Планеты Изделия Все одинаковые Для любых стран В том числе С этих культур С культуры Списной керамики Начинается И история Самого Шумера В Шумер приходят люди Только в пятом В пятом с половиной Тысячелетии До нашей эры Это Опять же Известно И они приходят Вот как Знаете Как выключатели В комнате Включили И они появились И так же В Древнем Египте И всех остальных Территориях Значит дальше Следующая точка Дивергенции Это примерно Три с половиной Тысячи лет До нашей эры Здесь Состоялся Очень интересный Такой эпизод Состоялся Очень интересное Событие Часть Носителей Языка С наших Территориях Снялось И Мигрировала В восточные Регионы В результате Вот этих Миграций Это тоже Все миграции Очень описаны Подробно Известны Уже Сто лет Как изучены Ну может Пятьдесят лет Как изучены Они В результате Этих миграций Произошло Так скажем Русификация Индии Северного Ирана А так же Образовались Такие языки Как Тахарский А, Тахарский Б И тому подобное Вот эти все Вот этот весь куст Естественно Под этим Перемещением Индоевропейцев С наших Территорий На восток Естественно Существуют Все изученные Хорошо изученные Археологические Культуры Культуры И есть Естественно Под эти Миграции Уже Сделанные Анализы Генетики На Пагабло Группе Р1А1 Вот как раз По этому пути Это тоже Достаточно Такой Прозрачный И Хорошо доказанный Эпизод Одновременно Часть Европы Ближайшей К нам Европы То есть Восточная Европа Это где-то Регионы Польши Она уже Тоже в это Время Начинала Осваиваться Но Как таковых Языков На этой Территории Не было Самый Западный Язык Это Фракийский Датировка Ему 2000 лет До нашей Еры Самая Ранная Вот с него Начинается Вы понимаете Где Фракия Была Древняя Но вот С этого Момента Начинаются Языковые Истории Европы До этого Момента Там вообще Никаких Языков Нет Не было Народ Были А языков По Современным Представлениям Не было Дальше 2000 лет До нашей Эры У нас На нашей Территории Происходит Тоже Некоторое Расщепление Языков Там Местного Плана Как раз Фракийские Обры Лабры Образуются И В западном Направлении Уходят Такие Языки Которые Потом Преобразовываются В кельтский Латинский Ну и Тому подобные Оский И Тому подобные Языки Которые Сегодня Там Вымершие Но Известно Что Они Пришли С наших Территорий Туда В западном Направлении Это Тоже Хорошо Известно Дальше Следующий Момент Расщепления Это 300 лет До До Нашей Эры Здесь Происходит Тоже Некоторые Добавочные Движения В сторону Европы Появляются Языки Данов Ютов Готов Вандалов Ну вот Такие языки Это тоже Все языки На мой взгляд Плана Почему Индоевропейского Потому что Других Вариантов Кому Отнести Эти Языки Просто В то Время Не Существовало Не Было Никаких Ни Монголоидных Ни Негроидных Включений Ни Индоевропейский То есть Вот Например Те же Даны Юты Готы Они Дали Литовский Польский Языки Ну то есть Типичные Такие Индоевропейские А потом Уже После Трехсот Столетий До Новой Эры Уже Пошла Обычная История Русского Языка Это Общерусский Язык И там 1200 Лет Нашей Эры Это уже Белестяные Грамоты Где Язык Был Сто Процентно Русским Современным За Исключением Христианских Включений Ну и так Далее В 1200 Году Новой Эры От Русского Языка Отщепляются Языки Южных И Юго-Западных Направлений То есть Белорусский Украинский И тому Подобные И формируется Уже Картина Индоевропейских Языков Всей Европы Это Примерно В режиме От первой Тысячи лет До нашей Эры До первой Тысячи лет Нашей Эры Вот в этом Промежутке Там с небольшими Интервалами Формируется уже Языковая Картина Всей Европы Основа Этой Картины Если Правильно Называется Русская И Существует Существует Четыре Языка Которые Языка Которые Не Являются Языками Народов А Являются Языками Ритуалов Это Языками Ритуала Это тоже В науке Известная Штука Но просто Не очень Афишируется Четыре Языка Которые Не Принадлежат Ни одному Из народов Хотя Широко Вот я сейчас Когда их назову Все скажут Ну как же Так Так вот Четыре Языка Которые Обслуживают Ритуал Именно Ритуал Но не Являются Языком Народов Это Примерно Как Вот Сегодня Язык Например Ну Матерный Язык Не является Языком Народа Он Описывает Определенное Поведение Определенный Ритуал Вот Примерно Так Так Вот Четыремя Этими Языками Является Арабский Язык Дальше Церковно Славянский Язык Латын И И Иудейские Языки То есть Вот Четыре Языка Которые Являются Языками Ритуала То есть Они Являются Языками Религиозного Ритуала Именно По этой Причине У этих Языков Нет Языков Предков Ну Может Быть За Исключением Небольшой Предковой Линии У Арабского Языка Но Она Не Является Определяющей Там Очень Сложная Система Конструкция В Арабском Языке Как Смысл его в том Что Был придуман Ритуал Церковный Который Новые слова Внес Поверх Существующих Языков И Образовался Без Предковые Группы Поэтому В общем-то Латынь Она Допустим Ну Допустим Латынь Она Как образовалась Ниоткуда Так она И умерла Никуда А все Остальные Живые языки Которые Революционным Путем Образовывались Они Продолжают Жить И Трансформироваться И как-то Идут в будущее Вот такая картина Интересная картина Интересная Ну что ж Если сейчас Мы в общем Рассказали О том Как языки Появлялись Распространялись И какие языки Культовые Или их еще называют Мертвые языки То есть Мертворожные Непонятно Хотя нет Хотя Мертворожные Трудно сказать Трудно назвать Потому что И те и другие Где-то используются Но арабская Вообще широко Применяется Латынь Она где-то В научных кругах Больше применяется И Прислужение В западных Церквях Христианских Насколько я так Представление имею С другими Ничего пока Говорить не буду Но Во всяком случае Если мы Тему так Более-менее Раскрыли Может уже К вопросам Перейдем Чтобы По ним Проходиться Да И будет понятно Что нашим Радиослушателям Еще интересно Узнать о языках О том Как они Происходили Итак Возвращаемся К самому Началу Сейчас Вот я смотрю Открываю Наш чатик Ага Вот И здесь читаем Первый вопрос Был в 1958 Еще до начала От Геннадия Из Твери Откуда пошел Тюркский народ И правда ли Что германский язык Происходит От тюркского Очень интересный Вопрос Потому что Я слежу За ним За этим Вопросом За развитием Этого вопроса Вообще И Скажу Вот что Впервые Ну Может быть Я Не знаю Может быть Я не отследил Но Вообще Первый посыл О том Что германский язык Тюркский Был Мой Это было давно Лет наверное 12 назад Уже Очень-очень давно И Смысл в том Что На это Указывают Именно Антропология Смысл Вообще Всех Вот этих Метисаций Языков Он состоит Вот в чем Так чтобы Картина сложилась Смотрите Как Как Происходит Метисация Языков И что Такое Тюркский Сейчас Будет Все Сразу Понятно Из нее В центре Находился Русский Язык Ну там Общий Русский Древний Русский Неважно Ну Русский Ствол Дальше В некоторых Очагах Были Свои Языки И вот В зонах Смешения Этих Основных Стволов Языков Происходило Образование Метисных Языков Обрыв Связи В эфире Народная Славянская Радио Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что по одному Из современных Календарей 30 марта 2016 года Среда По одному Из старинных 29 день Месяца Пробуждения Природы 1524 Лета Осьмица Происхождение Языков Такова тема Сегодняшнего Эфира Главный Ведущий Тюняев Андрей Александрович Прервал Нас Интернет Общение Но мы Люди Негордые Еще раз Связались Послушали Тем более музыку Немножко Отдохнули Музыка Веселая Смотрю Что в чате Тут Очень Много Реакции На Эту музыку Это Здорово Итак Если что-то есть Добавить По поводу Тюркского Языка Все-таки Является это Германским Языком Или смесью Германского Языка Потому что Есть теория От себя Уже Есть теория О том Что Жили там Славяне Потом Приходили Какие-то Люди Которые Так Близко Были К славянам Потом Вдруг Ни с того Ни с сего Был Приход Тюрков Какая-то Миграция Была Может быть Засуха Может Еще что-то Было Ну и Вот эти Племена Они Ассимилировались Связывались С живущими Где-то С кем-то Там Ступали Сражения Где-то Тихой Сапой То что Сейчас Можно Наблюдать В Европе Когда много Кого Приехало Это Можно Наблюдать В крупных Городах И России Когда много Кого Приехало Ты Москвич Да Я тоже Москвич Ну и Вот так В конце Концов Появилась Германия Это Из вопроса От Геннадия Из Твери Так Дополнение Естественно Германский Язык Он Сложный Конструкт По своему Составу И В германском Языке Участвовал И русский Язык Своим Одним Крылом Ну и Естественно Приезжие Назовем их так Монголоиды Тоже Участвовали И вот Монголоидный Элемент Он как раз И дает Тот Флёр Языку Германскому Который Напоминает Который Относит Как бы К тюркскому К тюркской Семье Но в общем-то Современный Германский Язык Он все-таки По корням Индоевропейский Но по структуре И по звучанию В нем Очень много Тюркских элементов Это именно Как раз За счет Пришного Населения А сейчас Вот в Европе Я так думаю Что Если такими Темпами Будут ее Заселять То она Скоро станет Араба говоря Как раз Будет схоже С той песней Которая Звучала Понятно Хорошо Посмотрим Что будет дальше Следующий вопрос От Владимира Измытищ Это уже Во время эфира Поступил Так Называемая Врожденная Грамотность Это выдумка Или особенность Развития Головного мозга Или связь С духом Предков Врожденная Грамотность Бывает только У носителей Русского Языка Очень Такой Интересный Сложный Вопрос Потому что Насчет Врожденной Грамотности На мой взгляд Есть Две Компоненты Первая Компонента Естественно Она Зависит От интеллекта Человека То есть Он все равно Обладает Каким-то Интеллектом И этот интеллект Закладывается Его родителями Скажем так Если В мало Образованной Семье Рождается Ребенок Он будет На первом этапе Мало Образован Так скажем Изначально Вряд ли у него Будет Врожденная Грамотность И наоборот Но И вторая Половина Насчет того Что Язык Генетически Скреплен С человеком Это конечно Да Потому что Вот есть Люди Которым Например Очень нравятся Иностранные языки Они их очень быстро Учат И вот Кто обращает Внимание То такие люди Они отличаются От коренных Так скажем Народов Очень Простым Качеством Чем более Метистым Является Человек Тем больше Иных языков Он может освоить Это тоже Сидит в генетике Я например Не люблю Иностранные языки Мне очень не нравится У меня даже Нет никакой Тяги Их изучать Ну Помимо того Что помимо Какой-то Необходимости А такого Внутреннего Уровения Нет Изучения К ним И врожденная Грамотность На мой взгляд Это действительно Генетическое Свойство Потому что Весь язык Как я в начале Нашей передачи Говорил Язык Это средство Генетики Как человек Развивается Так у него Складывается язык А тут Получается Обратная система Сложившийся язык Он взывает К своей генетике Естественно Черпает Все структуры Оттуда Поэтому так Я по себе могу Отметить Что в школе Скажем так Не блистал Русским языком Грамотностью Почему Потому что Мне некоторые правила Были непонятны Нам так Обучали И так Объясняли Что просто Заставляли Зубрить А я человек Натуротворческая Мне больше нравится Постигать этот мир А не зазубривать его И вот всегда У меня были конфликты С теми преподавателями Которые нам С учителями Которые русский язык давали По литературе Все замечательно Все хорошо А вот как начинаешь писать Ну вот все Все эти правила Вылетают куда-то там И так далее А когда уже начал изучать Наш древний язык То все Стало становиться На свои места И стал понимать Происхождение слов Откуда они Как они взаимосвязаны Почему вот это окончание Почему вот эта приставка И так далее И грамотность Сама собой стала Исправляться Может быть здесь Просто вопрос В другом Что не врожденная грамотность А кто-то Может быть Правила Четче запоминает Или на что-то Обратил внимание Как-то присмотрелся Пристроился И может быть Кто-то ему Более правильно объяснил Здесь же вариантов Может быть огромное количество Я не исключаю Врожденной грамотности Не исключаю того Что есть какие-то Там связи О которых Написал Наш слушатель Но Все-таки Нельзя наверное Все на врожденную грамоту То есть Может быть Это просто Кто-то правильно Что-то сумел Понестить Или понять Конечно Вариантов Наследования Или приобретения Всегда много Ну вот Несколько-то Вы назвали Несколько еще Может быть Не назвали Ну Так и есть Действительно Что и врожденное И неврожденное И научное А вот то Что вы сказали Когда Грамотность повышается В результате Лучшего понимания Слов И Их этимологии Это конечно Вы правы Потому что Я сейчас Занимаюсь Составлением Такого Словаря Этомологического Долгая работа И Начинаешь Лучше понимать Некоторые Слова Ну например Что значит Слово Париж У нас же Проблема Сегодня Вокруг Куча городов Огромное количество Городов И никто не знает Почему Они так называются Вот например Почему называется Рязань Рязань Почему Москва Москвой Все время Один и тот же вопрос Вроде живем На своей территории Я не имею ввиду Только нас Тех же там Египтян Тех же французов И ни один народ Не знает достоверно Откуда произошло Название Того или иного города И вот Париж Он показательный Такой Момент Сначала я думал Не знаю Какая официальная Этимология этого слова Даже Как бы Не смотрел ее Но Сначала я думал Что это И название Происходит От названия Перуна Там по ряду признаков Но Сначала я думал Что Перун Название Вот имя Бога Оно относится Этимологически К слову Пря То есть Война Борьба Но Вот время прошло Я уже понимаю Что Пря И Перун И Париж Это действительно Однокоренные слова Но относятся они Как раз Не к борьбе Не к войне А к Слову Паром То есть Паромщик Перун Это буквально Паромщик Но не тот Кто управляет Этим паромом А тот Кто спасается Или Обретает новую землю Путем Вот парома Который является Своеобразным Таким Ну Ковчегом Что ли Или ладьей Собственно Поэтому У Парижа На гербе Нарисован Как раз Именно корабль Казалось бы Где Париж Где корабли А вот На гербе Как раз корабль Это не единственный Такой случай Вот например Тот же Та же Рязань Этимология Рязани Тоже непонятна Потому что там Что только не придумывали Но когда начинаешь Понимать Что она находится Под созвездием Рязани Рязань Это мужской род Я в очередной раз Напоминаю Не женский Сегодня женский А раньше это был мужской То Рязань Это буквально Человек с мечом С саблей Тот который режет Это можно посмотреть Так чтобы Кому Буквально Поинтереснее И тогда Начинаешь понимать Что именно Поэтому На гербе Рязани Находится Человек с мечом Вот Или например Та же Москва Когда понимаешь Что она Обозначает Происходит Название От Имени богини Макоши То тогда И понимаешь Почему И семь холмов И тому подобное И вся остальная Мифология Москвы Так что Связь Вот с древними Пластами С этими Логическими Корнями Слоями Цепочками Она конечно Повышает И грамотность И вообще Дает человеку Открывать Другое мировоззрение По отношению К своему Родному языку Язык становится Более интересен Он сам Становится Таким носителем Не то что Сказки А именно Какой-то Другой Настоящей Историей То есть В каждом Слове В каждом Развитии Слова Формируется Какой-то Свой поток Настоящей Абсолютно Неискаженной Истории Которая Формируется Именно Путем Развития Языка Ну насчет Перуна Я думаю Что несколько Так это Интересная Версия Очень такая Смелая Потому что Все-таки Во всех Народах Куда я Свой взор Обращал Внимание Все-таки Перун связан С огнем И не просто Так Если мы Берем Меняющиеся Буквы Е И Да То в этом Случае У нас Перун В Прибалтике Перкунос Где-то Перуша Где-то Пуруша Есть слово Пирог Есть слово Пиротехника Перо Или Пиротехника Так что Здесь Все-таки С огнем Но То Что Там Парисьян Пишется Одно из Произношений Если Павук Считать Парис Парисьян В этом Случае Там Можно найти Какие-то Другие Сходства Но То Что Корабль Там Присутствует Да Это Интересно Здесь Может быть Вот от корабля И стоит Плясать А почему Там Паромщик Как-то К этому Привязать Но там же Разделяет Река Как раз На две части Есть остров Где-то Все Формировалось Вот Как-то Может быть Там На острове Покопаться И Все Станет На свои места А так Версия Смелая Смелая Да Ну Я Просто Про Ахон Сейчас Еще Добавлю Я Понимаю Что Вы Знаете Это Естественно Вы же Подготовлены И слушатели Подготовлены Естественно Это Все Для Для нас Это Как бы На поверхности Я Это Понимаю Но Вы Подумайте Только Одно Может быть Как В воде Потонул Да Но Ведь Протопить Печку Тоже Потоп Понимаете Тоже Огонь И Вопрос Стоит Потонуть Или Протопить Не столько В огне Или в воде Сколько В Перемещении С одного Света На другой А уж По какой Химии Так скажем Это уже Вопрос Десятый Поэтому Перун Одновременно Вот Есть сказка Такая Кстати Кому Интересно Вы можете Посмотреть Сказку Древнерусскую Она называется По колено В золоте По локоть В серебре А во лбу Звезда Горит Это как рассказка Вот об этом Перуне Который Как он там Выглядит И что он делает Очень будет интересно Современный Вариант Называется По щучьему велению А Известный Всем вариант Который Уже интерпретирован Это сказки Пушкина О царе Салтане То есть Вот вся история Которая В сказке О царе Салтане Там можно Прекрасно Почитать Вот об этом Перуне Там именно его Мифологемы Зашифрованы А в древних сказках Просто это более отчетливо Более ярко Нарисовано Там Этот образ Прямо встает Поэтому Перун Он не столько Вернее Он и огненный И водяной И там нужно Просто Другую Глубину Мифологии Понимать Но это Для другой передачи Не для этого Да Перун Вообще Очень интересный Бог Поэтому Здесь Да Я думаю Одной передачей Так вот Просто походи Мы не должны Ограничиваться Ну ладно Переходим к следующему вопросу От Виталия Вопрос в эфир А язык Это душа народа Это есть сам народ Верно ведь так? Наверное верно Потому что Честно говоря Я так Особо никогда Не задумывался Вот так глубоко Над этим Но вот когда Пока звучал вопрос У меня как-то кольнуло Что скорее всего Это так и есть Потому что Язык Как я уже сказал Он порожден генетикой Генетикой всего народа Представляете Сколько За все поколения Над выработкой языка Трудилось людей От малого до велика То есть и дети И старики И взрослые И Женщины И мужчины И больные И здоровые И счастливые И несчастные Вы представляете Сколько Каждый Вот человек Нюансов Внес В Вот этот Красивый Современный Могучий Могучественный Русский язык Я не знаю Про другие Не буду говорить Поэтому конечно Язык Он впитал в себя Всю душу Со всей болью Со всем счастьем Со всеми несчастьями Со всеми Незгодными Историческими Катаклизмами Достижениями Конечно Он впитал в себя Именно душу народа Поэтому Язык Это Знаете Я такой Даже не знаю Как его назвать Это больше чем Душа народа Это скорее всего Сила Которая организует Весь народ Потому что Именно народ Кроме генетики Он еще связывается Языком И это Такая Такая Среда Как же ее Назвать Эфир Народа Наверное Не душа А именно эфир Какой-то Народа В метафизическом Таком понимании Хорошо Следующий вопрос От Станислава Читал об исследовательных Германских Ученых Которые пришли К выводу Что на подсознательном Уровне Человеческий мозг Распознает русский язык Лучше чем Любой другой Знаком ли Андрей Александрович С этими Исследованиями И его взгляд На них Нет С этими Исследованиями Я не знаком Потому что Я этой проблемой Не очень занимался Но я хотел С ними согласиться Почему Потому что Это действительно Скорее всего Так Для Опять же Для русского народа Это скорее всего Так Но я Все-таки Заострю внимание Слушателей На том Что У всех остальных Других коренных народов Я имею ввиду Например Тех же нейроидов Которые В Южной Африке Обитают У них Та же ситуация Только по отношению К своему народу Вряд ли он будет Лучше С рождения Русский язык Воспринимать Чем африканский Хотя Я не исключаю Честно говоря Не знаю Опытов таких Не ставил Ну Я вкратце расскажу Проводилось Несколько экспериментов Не только Германскими Учеными Но и другими Суть сводилась К тому Что Как мозг Человека Европейского Человека Реагирует На названия Различных Предметов Или животных Которые Произносят На разных языках И вот Я не знаю Каком конкретно Пишет Станислав Но одно Было примерно такое Показывалась картинка Ну грубо говоря Собаки И произносились Одевались Специальные Датчики На голову Чтобы Отслеживать Реакцию мозга И Произносились Разные слова На французском Название Собаки На латыни На китайском На японском На корейском На французском На немецком На английском На разных языках На испанском И в конечном итоге Произносилось Слово пёс И вот Реакция на слово Пёс Была у всех Европейских Людей Европейской Внешности Очень Чётко Они реагировали Даже не зная Что именно Пёс Это означает Нарисованная Собаку То есть француз Он реагировал На собаку На своём языке Но ещё И на слово Пёс То же самое Было и у англичанин То же самое Было и у немца И у других народов Но самое интересное Там вот не все Исследования Были раскрыты Что Когда это Стали проводить С представителями Например Чернокожих народов То там это не сработало Русские некоторые слова Для них Не отзывались никак Вот Многие говорят О первой части О первых вариантах эксперимента А вот о второй части Что никак не отзывалось Для определённых Национальностей Русские слова Вот об этом Всё мало Чего Тут как раз Подтверждение О том Что Мы генетически Не просто разные Здесь Разное Может быть И происхождение И Разная реакция Мозга На разные звуки И разные слова Да Ну я понял Эксперимент В чём он заключался Да Ну как раз Вот то что я и сказал Что африканцы У них Другая Внутренняя структура Мозга Мысли И поэтому В принципе Соприкасаться С ними Неправильно Потому что Это будет Схоже С физическим Явлением Это Они Они Это будет Всё время война Как бы Это Не хотелось Я припоминаю Я припоминаю Интересный случай Такой Мне рассказывал Человек Который С Украины В своё время Уехал на заработки В Канаду И там жил Очень долгое время Ну естественно Молодой человек Горячая кровь С девчонками Там познакомился Ну С канадкой Встретился Вроде так Европейского Внешнего вида Всё красавица Всё замечательно И он Где-то вот этот эксперимент Прочёл То ли в фильме увидел Выграв богов Он как-то показывался Да Вспомнил Запрещённый фильм Сейчас Так что Зря наверное Сказал Но что сказал То я сказал Так вот И Он значит Решил эксперимент Провести на канатке И он значит Посадил Смотрит Ей в глаза Ну Не знаю Не понял Потому что надо Одевать Вот эти специальные Датчики На голову Вот он значит Смотрит Ей в глаза И там По-французски Сказал По-английски Сказал По-немецки Сказал И потом По-русски Смотрит Ей в глаза Пёс Она смотрит На него И так Посмотрит Дурак что ли Чё пристал Интересно Он так рассказывал Да Ну ладно Следующий вопрос Отвестника Богов Вопрос в эфир От Олега Из Иркутска Андрей Александрович Если по вашему Мнению Здравые сдвиги В академической науке В России Благодаря Благодаря Множеству Находах Наверное так Артефактов Исследований В сторону Понимания Того что языки Пошли от одного народа Одной ведической культуры И имеют общие корни В разных письменностях В разных временах Например Письмо Винча Финикийское Письмо Греческое Итрусское Письменность Латинский язык Баянов Гимн Черты Рез Велесевица Готические Руны Кириллица Глаголица И так далее Благодарю Безусловно Конечно Положительные сдвиги Есть Почему Потому что Во-первых Очень большое количество СМИ Сегодня Стало На сторону Так скажем Нашей концепции Ну я нашей В широком смысле Говорю Вот ту Которую мы обсуждаем Естественно Большое количество Людей Всегда будет Перевешивать Ту небольшую Горстку Отсталых Так скажем Ну с улыбкой Ученых Которые отстаивают Ту старинную Теорию Происхождения Всяких языков И тому подобное Вот Естественно Наука Не стоит на месте Она развивается И естественно Находится Новое доказательство Вот я в прошлом В одной из прошлых передач Говорил про Свои исследования Берестяных грамот Про которые Вот Недавно вышла В издательстве Белая Альба Книжка Моя Я как раз Говорил Что Исследование Тех же Берестяных грамот Оно позволяет Показать Что совсем По-другому Было В области Культуры И взаимоотношений Между людьми Так и в области Самого языка Вот как раз Я в своей работе Показал Что и Правила грамматики Все были Такие же Как сегодня Кроме одного Сегодня мы пишем Лучше аго А раньше писалось Лучше аго Вот единственное Отличие А все остальные Правила грамматики Были те же самые А прошла Тысяча лет Но До берестяных грамот Принципиального До находок Берестяных грамот Этого Установить было Нельзя Потому что Не сохранялось Источников Того периода С берестяными грамотами С их Нахождением Расшифровкой Опубликованием Их теперь Очень много Тысяча Сто штук Теперь уже Картина Меняет свой вид Она развивается И уже Более четко Прорисовывается Это древняя культура Раньше было Например Считалось Что предком Русского языка Мог являться Например Какая-то стадия Древнецерковно-славянского Языка Или что-то типа этого То есть Сегодня Вот если Берестяные грамоты Смотреть То такая гипотеза Она уже Опровергается И естественно Мы живем В эпоху Когда Противостоят Между собой Новые и старые Версии Поэтому Трения Они идут Но на мой взгляд Вот За 10-15 лет Большой прогресс Наметился В направлении Того Что Все большее Количество людей Понимает Что Наша Собственная Российская Русская История Она имеет Корни На собственной Земле Откуда Мы не пришли И никакие Средневековые Вековые Сказки При Как это сказать Прибытии на Русь Они неправильные То есть Мы Родились Здесь Мы сформировались Здесь И мы являемся Коренным народом Этой территории И Мы Являемся Жителями Нашей Прекрасной Родины Хорошо Следующий вопрос Если уж мы Коснулись Берестяных грамот То Как говорится И на ловца И зверь бежит Вопрос эфира От Олега Из Иркутска Андрей Александрович В одной из Предыдущих Передач Вы Передали Предали Сомнению Критики Переводы Вели Свой книги Исходя из этого Чтобы Не быть Голословным Планируете ли Вы Издать Свой перевод Этого Великого Источника Культуры Руссов Благодарю Я не то Что Подверг Сомнению Я предложил Анатолию Клёсову И Тем переводчикам Которые Работали Вместе с ним Издавая Тот трехтомник Или четырехтомник Сейчас не помню Известный Теперь уже Я им предлагаю Систему Раз уж теперь Опубликован Этот Многотомник И Собраны Все материалы И они доступны Для Исследователей Так скажем В компактном виде То может быть Нам попытаться Провести Такую своеобразную Даже не ревизию А более тщательный Перевод текстов Вот я например Как сказать Похвалю Наших академических Ученых Которые Занимаются Переводом Расшифровка Берестяных грамот В берестяной грамоте Примерно Десять-двадцать Слов Например Но по ней Написано Очень много Работ Где каждое слово Буквально С лупой Рассмотрено И Проанализированы Варианты Как можно Читать его Как нельзя Читать Так ли это Прочитано Не так Есть какие-то Версии И когда Каждое слово Разобрано То получается Что Достаточно Фундаментально Обоснован Каждый Каждый перевод Определенные Грамоты И тогда Получается Общая Достоверность Достигается Высокая С Вересовой Книгой К сожалению Ситуация Немножко Такая Что Вот Как только Очередной Человек Посчитал Исследователь Посчитал Что она Вересовой Книгой Достойно Его Вот Исследовали Вниманию Он начинает Ее переводить Целиком А это Все-таки Большой Текст Я для Примера Когда Предлагал Клесову Этим делом И заняться Я для Примера Написал Статью В которой Попытался Перевести Ну Для примера Первые Четыре Строчки Из известной Таблички Которые Вот На дереве Фотографии Которые Опубликованы Везде Я попытался Эти четыре Строчки Перевести Вот Просто Для Представьте Для Оценки Объема Которая Работа Была Проделана У меня Эта статья Заняла Семьдесят Страниц Текста Семьдесят Четыре Строчки И Не факт Что они Были правильно Переведены Потому что Могут быть И другие Варианты Но Я На каждое Слово Из Вычленного Текста Каждое Слово Рассмотрел Через Словари Которые Были Академические Словари Которые Были До Доступны Мне И Посмотрел Есть ли Такие Формы Зафиксированы В словарях И в тех же Берестерных Грамотах Если этих Форм Не было То Выдумывать Я ничего Не выдумывал И вот Получилось Что Семьи Страниц На такую Работу Ушло Что Получилось В результате Получилось То Что Текст Немножко Повествование Смысл Текста Он Немножко Другой Получился Чем В переводах Современных Переводчиков Поэтому Я так думаю Что В будущем Кто-то Проделает Эту Большую Такую Объемную Работу Может быть И я Когда-то Честно Говоря Я пока Не решаюсь На нее Покуситься Но Может быть И проделаю И посмотрим Что получится Может показаться Что и Новый перевод Подтвердит Старый перевод А может Оказаться Что и Новый перевод Опровергнет Старый перевод Всякое Может быть Хорошо Следующий Вопрос От Олега Из Иркутска Был ли По вашему Мнению Исследованием У славян В древние Времена Летоисчисления По лунному Календарю Как по исследованиям Некоторых Историков Или Всегда Было По солнечному Поясните Этимологию Исконное Значение Слова Истина Благодарю Слово Истина Этимология Как раз Недавно Я наконец Докопался До этого До корня Как мне кажется Что истина Этимология Исток Это исток Любому Явлению Абсолютно Любого Уровня Поэтому История Переводится Как раз Отсюда Это исток Именно Исток История Буквально Переводится Исток знаний Исток земли То есть Исток Описания земли Например Иста Это известное Такое слово Иста Это исток Долга Это Тело Тело Займа На который Накручивались В древности Проценты Это Тоже Древнее Русское Слово Вот В берестинных Грамотах 11-12 веков Оно Является В экономических Отношениях Основным Иста Это Самое Главное Слово Для Начисления Процентов И тому Подобное И судебных Разбирательств В том числе Поэтому Истина Это исток Первая часть Вопроса Честно говоря Подзабыл уже Напомните Было ли По вашему мнению Исследованиям У славян В древние времена Летоисчисления По лунному календарю Как исследованием Некоторых историков Или всегда было По солнечному Последнее время Я склоняюсь К такой Гипотезе Что никаких Лунных календарей Вообще Никогда не было И что Летоисчисления Это достаточно Поздний Вариант Придумок Почему Потому что Опять же Опираясь на Документальные Источники Я замечу Что ни в одной Берестяной грамоте 11-12 веков Нет летоисчисления Никакой даты Не стоит С чем это связано Непонятно Математика Там показана Вся Цифры Известны все Десятиличная система Никаких проблем С обеспечением Математики В Берестяной грамоте Нет Там есть все Математические действия Все подряд Но нет ни одной даты И нигде ничего не сказано Про даты Поэтому Я думаю Что датировка Привязанная к календарю Это все-таки Позднее Явление Оно безусловно Привязано только К Солнцу К Луне Не привязывалось Никогда И никоим образом Это мое Такое внутреннее Сегодня убеждение Я давно уже Этим занимаюсь И В итоге Пришел к такому Выводу Каким Или это Исчисление Пользуется В древности Не знаю Какой системы Потому что То что нам говорят Там шумерские Варианты Древние Египетские Это все На мой взгляд Потому что Шумерских И египетских Территорий Это известно Астрономам Не наблюдается Часть созвездий Которые формируют календарь Там календарь Просто принципиально Не могли Не сформулировать Не сформировать И не понять Как им пользоваться То есть Это все Нововведение А по поводу Истории Много существует Разных версий Есть шутливые версии Есть серьезные Но вот Истори То есть Из древности Проторено Вот мы знаем Что некоторые народы Они много себя С чего присваивают И говорят Что все было от них Но если Брать То что Слова например Проторено Торить И так далее То все таки Сначала это было у нас А потом уже Где-то там появилось У других народов Не будем пальцем указывать Вот А Есть еще версия Что история Это история Я То есть история взятая Отчасти На сегодняшний момент В общем так оно и есть Это шутливая версия Но отчасти Согласитесь Что так оно и есть Потому что все Привязано к историческим Вот тем как раз Историческим событиям Вот оттуда все и идет А древняя наша История То есть история Древняя Наше прошлое Оно все таки С библейскими Сюжетами Как я вижу Все больше и больше Об этом наблюдаю Что все меньше и меньше Связано И вообще изначально Не была связана Никак Вот хотите Верьте в это Хотите нет Но вот Исследования показывают И ученые Что не связана С библейщиной Именно наша древность Наша славянская Русская древность Поэтому Та шутливая версия История История Она имеет место быть Но на самом деле История Это все таки Наша история Наша древность Итак Пляшем дальше Следующий вопрос Геннадий Из Твери Задает Ваше мнение Почему Чинайцы Не хотят Признавать Что Вся северная часть Чина Была русской И почему Они же Скрывают Пирамиды Что Есть На их Территории Ну Тоже Очень интересный Вопрос Он такой Объемный Я как раз Сегодня Раздумывал Вот такой Интересной Ситуацией Вот когда Человек Изобретает Мужчина Когда изобретает Какое-то Средство Он всегда Этим средством Положительным Он начинает Хвастаться Ну такая Природа Человека И вот У нас интересно Что наши Например Офицеры Ну воины Они хвастаются Чем Оружием То есть Либо это автомат Либо пистолет Я имею ввиду Именное оружие Если мы берем Например Африканцев То у них Именным оружием Является копье Если мы берем Например Чинайцев Китайцев То у них Именным оружием Является Палка То есть Ну чаки Так скажем А если мы берем Тех же Японцев То у них Именным оружием Является Меч Так вот Когда начинаешь разбирать, сравнивать между собой вот это именное оружие, то понимаешь, что каждое оружие, которым владеет выдающийся воин своего народа, оно показывает именно тот срез народного интеллекта вот этой популяции. Поэтому по самому орудию можно уже говорить, на каком уровне археологического развития находится та или иная популяция. То есть африканцы, они как и было, это всегда как известно, до прихода европейцев, они находились на уровне ашельских культур, то есть отставание примерно 500 тысяч лет. Это как раз время владения копьем, поэтому сегодня копье является основой у них. Ну а у синийцев, так скажем, южных китайцев, там действительно у них был еще более древний культ, это культ гоминито, это тоже известные археологические культуры, там они найдены, археологам хорошо известны, и там как раз развитие их до того уровня, когда было еще изобретено копье. То есть те люди, которые владели южно-китайскими территориями, они еще не изобрели копья, поэтому основным орудием у них является по-прежнему дубинка. То есть это вот типичный из китайских фильмов посох или там палочки какие-то, ну то есть дубиночка, это как раз олицетворение того уровня. Что же касается японцев, то у них меч им достался не от самих японцев, потому что мало кто знает, но вообще в официальной литературе, то есть академической литературе давно описано, что японцы появились на островах примерно окончательно закрепились в 19 веке. А до этого там жил европеоидный народ, айны, которые развивали как раз культ меча, которые сформировали все названия японских островов, все обряды и тому подобное. А японцы, современные монголоиды, они пришли из корейского полуострова туда переселились и буквально вырезали этих айнов, захватив все обряды, все территории. То есть то же самое, что сегодня происходит в Европе, тоже происходило в Японии, только это происходило столетиями ранее. Так вот, во всех учебниках, старинных учебниках 20 века написано, что цивилизацию Китая строили белые люди. Белые люди, они делали цивилизацию северного Китая, а с юга находило нашествие как раз именно вот этих синицких племен, которые занимали именно южную оконечность Юго-Восточной Азии и постепенно наползали на северные территории. Против них и была поставлена стена, которая сегодня называется Великая Китайская Стена, поэтому, собственно, у нее бойницы смотрят на юг, и поэтому, и это вообще для всех знатоков истории Китая, таких реальных, рассудительных, они все прекрасно знают, что именно монголоидных племен, которые буквально, опять же, захватили северный Китай и вырезали белое население. То есть та же ситуация, что в Европе только несколькими веками ранее. Поэтому, естественно, как новые насельники, как новые захватчики этих территорий, современные китайцы, они не заинтересованы в популяризации вот этих вещей, которые я сейчас сказал. Естественно, пирамиды строили не они, поэтому они о них говорить не будут, и, естественно, они будут умалчивать все факты, которые говорят против них. Как вот яркий пример, я просто приведу такой недавний случай, он произошел примерно в 2002-2003 годах, когда нашли Таримские мумии, это в Таримской котловине, это как раз северо-восточную часть Китая, и там нашли мумии с белыми волосами, очень хорошо сохранившиеся. Это известные Таримские мумии, фотографий много, и по ним уже много данных. Но в 2002-2003 годах только было такое глобальное открытие, и, естественно, китайские ученые пригласили к себе американцев, чтобы американцы сделали им генетический анализ. Генетики американские взяли себе образцы и уехали в США производить анализы. И анализы эти показали, что там была группа R1-A1, такие же, как у нас на территории Владимира, Костромы и Ярославля. И когда китайцы узнали это, они запретили больше исследовать эти мумии, и закрыли вообще весь этот проект. Вот в то время произошла, там утечка и осталась у науки. Больше следующих движений по этим мумиям не делали. Вот такая картина, как утаиваются те данные, которые проревают свет на настоящую историю. Все то же самое повторяется в других территориях. Тут не обязательно только китайцы. Та же самая ситуация в той же Европе. Вот сейчас еще немножко прибавится этих беженцев, и там уже такого понарисуют в новой истории. И все остальные проявления, типа Стоунхенджа или Вудхенджа британских, там все это уже пойдет на слом, и там уже придумают, что это были Мекки или тому подобные сооружения, которые древние мусульмане, в кавычках, использовали в самые древние времена. Поэтому племена захватчиков, а захватчики всегда менее цивилизованные, племена захватчиков всегда стирают историю, образованную и построенную до них. И так же было сейчас, например, в той же полимере, когда понятные, так скажем, в кавычках, они расстреливали памятники, уничтожали памятники древней той цивилизации, о которой сегодня очень много вопросов. Да, они или разрушают, или присваивают себе это все. А когда выясняется, что это не их, то все равно разрушают. И по поводу того же Китая, если мы говорим, да, вот эти мумии были найдены, и ни одно захоронение было найдено, это тоже надо отметить, поэтому там вся северная часть за китайской стеной, это, в общем-то, китайцами не пахнет там. К счастью, к радости китайцев я не знаю, но факт есть факт, здесь уже ничего не скажешь. А по поводу самой стены китайской, вот многие говорят, ну это же китайцы строили. Я не возмущаюсь против этого и не возражаю. Вполне возможно, строили китайцы, но под чьим присмотром? Я не уверен, что китайцы строили. Нет, я просто сейчас закончу мысль. Просто ведь известно, что после войны немцы очень много построили зданий в Москве, в Ленинграде, которые были разрушены, в других городах, пленные немцы, да? И никто же не говорит, что это немецкое строительство. Да, строили немцы, но под чьим присмотром, под чему плану и для кого? Поэтому я не исключаю того, что да, китайцы строили, но только кто им руководил и кто показывал. А вот само слово китайская стена для происхождения Китая, ведь на карте ведь нет, не было, вернее, такой страны Китая. Она появилась не так давно, Китай, только на русских картах она из Китая, на всех остальных она называется, как только не называется, но там Китая нет. И вот если мы разберемся, то и в Москве есть Китай, город, да? И там есть Китай-страна. Что это означает? Это некое что-то, находящееся за высоким забором, за высокой преградой. Кий. Ну, все знают, играют в Кий, да? Палка длинная, шест. Тай-предел. Ну, тайга, то есть предел пути, да? Вот тайга, предел пути. То есть это что-то заграждающее высоким забором. Поэтому Китай – это все лишь навсего высокий забор. А уж еще он там сделан. Он изначально был из деревяшек досок, потом применялась технология засыпки там или еще что-то другое. Это уже разговор. Но слово Китай, оно есть и в России применялось, и применяется. То же самое Китай-город. То есть город за стеной Китай – это страна за стеной китайская и так далее. Поэтому не исключаю, что строили китайцы. Но вопрос, опять же, сами по себе они вряд ли построили. А вот под чем-то присмостом могли, да. И по поводу Айнов будет там вопрос к нас еще. По поводу Айнов. Как ты видел фотографию интересную, где сидит дяденька Айн, такой бородатый мужичок. Рядом фотография Льва Толстого. И написано «Найдите две разницы, два отличия». Я лично не нашел. Так, и что хотели сказать-то про Китай, когда я начал говорить про стену? Я? Так, что строили, когда я сказал, строили китайцы, может быть. Нет, а дело в том, что я-то вообще, честно говоря, даже не допускаю той мысли, что китайцы вообще могли построить эту стену хотя бы в каком ракурсе. То есть либо работниками, либо управленцами. Это не могло быть. Почему? Потому что в те времена, когда строилась стена, китайцев там не было в принципе. И завозить их смысла не было никакого. Это как сегодня. Нужно понимать, что оборонительные сооружения – это серьезная работа интеллектуальная. Это не просто так наносил там, как сегодня гастарбайтеры, какую-то фигню, которая рассыпалась через какое-то время. Там, когда строили оборонительные, либо другие какие-то сооружения такого плана, нужно было вкладывать интеллект. Поэтому, например, вот сегодня, если мы берем военные заводы, военные предприятия наши, то там никаких гастарбайтеров не работают принципиально. Там все свесаря, все токаря, они имеют сегодня высшее образование. Без него невозможно принципиально сделать какую-то деталь. Просто не поймешь, чего делать. И даже задания не поймешь. Понимаете, лопатами там уже никто не носит. В древности было то же самое, только немножко под другим углом. Поэтому китайцы, они как и были палками орудовали, так они и орудовали. Это буквально вот такая темная масса, которая наползала с юга, и от нее приходилось каким-то образом защищаться. И в принципе, даже вот в принципе допустить нельзя, что это китайцы строили. А название, я могу напомнить, опять же, что на Украине есть Китай озеро, потом есть за Уралом есть Китай озеро. И Китаев вообще навал по миру-то. Это Китай у нас, синетический Китай, это не уникальное явление, а это просто совпадение названий, которое обозначает, ну допустим, даже вот как вы расшифровали этимологию, ну примерно вот такого плана. Но оно не обозначает никакую конкретную территорию, а просто вот именно вид такой территории, что да, действительно за набором определенная страна, которая защищена. И это не относится к народу. Я это сейчас думаю. С одной стороны, да, когда враги, там, готовимся к войне, естественно, что вряд ли мы доверим кому-то строить оборудительные сооружения. Но если война уже закончилась, а эти там товарищи блуждают, иногда натыкаются, там бежит, например, группочка, там сто человек что-то пограбит. А тут наши ребята, о, новые работники, кирпичи класть. Иди сюда, мужики, мы вам рисовые похлебки дадим, покушать дадим. Ой, рис, рис, рис. Ну и начинают их это, там, плохо будете класть кирпич, рис не получите. Не-не, хорошо, начальника, хорошо. Ну и кладут нормально. Вот в этом случае может быть. Ну это так, шутки, конечно. Итак, дальше. Следующий вопрос. Я музыкальную паузу специально не ставлю, чтобы не затягивать время, потому что вопросы, они так живенько у нас всегда идут. Вопрос эфира от Андрея. Нет, здесь не представился. Итак, вопрос. Существование старославянского календаря. Исторический факт. Неужели никто из ученых не задавался вопросом, что за дата отражена в нем? Про какой звездный храм идет речь? А, вот в этом плане. Ну, во-первых, чуть-чуть еще вернусь к предыдущему вопросу на секунду. Китайцам? А? Китайцам? Китайцам, китайцам, да. Я просто хотел интересующимся напомнить, что у меня вышла книга в издательстве «Белые альвы», называется «Русский Китай. Экспорт цивилизации». Большая книга, там 800 с лишним страниц, очень интересная. Там как раз показана и антропология восточных земель, в том числе и китайцев, айнов, и фотографии, про которые вы говорили, там даны, в которых невозможно определить, где айна, где обычный русский мужик, так скажем. И показаны и стены, но не только в Великой Китайской, а то, что она опоясывает практически весь континент евроазиатский, ну и много других подробностей. Просто это интересная книжка, кому это... Вот эта китайская часть интересна, очень много там интересного найдет. Что же касается вопроса календаря, то здесь, понимаете, все зависит от концепции, которую человек, исследователь или последователь исповедует. Вот, например, в вопросе прозвучало о звездном храме. Ну, есть определенное количество людей, которые считают, что такая концепция правильная, и она доказана. Возникает вопрос, как доказать в более широком контексте, что действительно такой календарь существовал. Есть другие календари. Ну, например, календарь от сотворения мира, обычный, вот наш известный, который отменил, так скажем, Петр I, где идет разговор... С религиозным подтенком который, да? Да. Но там как раз вот астрономически, там-то все просто. У меня есть одна такая работа о сотворении мира и его дате. Это можно в интернете найти. Там как раз все показано. Там смысл этого календаря, начала в религию ни в какую не упирается. Там возникает... Было такое событие, когда звезда Арктур, которая находится в голени созвездия Валопаса, то есть Перуна, по-нашему, по-русски, потом точка центра эклиптики и точка, которая сегодня является полярной звезда, то есть подвижный центр, они находились на одной прямой как раз вдоль копья Перуна, то есть вот этой вот оси мира. И вот эта дата приходится точно на 5509 год до нашей эры. Возможно, вот с этим астрономическим событием и было все это связано. Вот в своей статье я это показал. Достаточно интересно, там много всяких фактов в этом направлении. Но насколько это стопроцентно, мы должны понимать, что доказать стопроцентно сегодня нельзя никакую теорию, как бы она ни казалась доказана на стопроцентно. Берестяные грамоты, когда вот я изучал, я вам уже сказал, что они посеяли во мне новую кучу сомнений в отношении вообще, был ли календарь. Потому что ни в одной берестяной грамоте, повторюсь, не было найдено ни одной даты. То есть, в принципе, подозрение такое, что люди не владели датами. Хотя, с другой стороны, возникает вопрос, как же они начисляли проценты, о которых в берестяных грамотах, в каждой берестяной грамоте практически идет речь. То есть проценты начисляются за владение деньгами, ну, банковские. А дат нигде не стоит. Вот это непонятно тоже. Ну, и как решение вот этих всех проблем, естественно, мы должны понимать, что мы, как мыслящие существа, можем создать любую теорию, любую модель, а потом обратным отчетом ее ввести к какому нужно необходимому явлению и к нему зацепиться. То есть такой элементарный вариант с обратным отчетом, он тоже должен не отрицаться, не отрицаться, да, и допускаться, что кто-то провел такую манипуляцию. Пока на 100% ни один календарь не доказан. Вообще вот все замечательно здорово. Вообще, на мой взгляд, как я уже неоднократно во всех передачах, где касаемся этих вопросов, говорю, что Россия не только протяженная в пространстве, она еще протяженная во времени. И территория, вот многие говорят просто, вообще вся земля в свое время называлась Русь, да, там, или как-то еще, ну, то, что связано с русичами, с расичами. И если от этого отталкиваемся, то сколько же тогда тысячелетий, и там еще, может быть, больше, эта вся территория существовала. Но ведь за это время мы же видим, что находится, о чем мы сегодня говорили, много строений, которые трудно даже себе представить, как они были возведены. Когда они были возведены, еще можно понять, а вот кем, при помощи каких инструментов, при помощи какой техники и так далее. Это трудно себе представить. Даже сейчас современные ученые не могут это все до конца осмыслить и нам выдать конечный результат. Вот строили вот так. Предположений куча, но все или многие, они просто распадаются от несостоятельности своей. Яркая картинка, которую предлагаю, чтобы понять было с календарями, это фильм «Чужой». Помните, наверное, самый первый фильм «Чужой». Там как раз, когда показывают этого «Чужого», у него на руке сделаны, там какие-то бегают значочки. И вот, в принципе, мы так до сих пор и не знаем, что там было показано этими бегающими циферками. А вдруг у него там календарь стоял. И вот представляете, что наши предки, они могли до изобретения цифр показывать календарь какими-то совсем другими вещами. Ну, не знаю, треугольниками там, квадратами какими-то еще, системой камней, может быть. И вот, то есть, где он этот календарь, он может быть зафиксировал совсем в других символах, нежели мы сегодня ищем их. То есть, не цифры. Конечно, конечно. Но, во-первых, цифры у нас и не было. Цифры, они пришли цифероты, понятно, там у них управляет циферблат, как некоторые шутят, да, у нас числовок, у нас были числа. Но это как шутка. И вот даже если общаемся со староверами, реальными староверами, у которых сохранились эти все знания древности, которые так себя не выпячивают нигде, то они говорят, ну, все это было, да, но просто столько уже всего изменилось, что даже сами календари, так называемые, или календы дара, если кому-то их больше нравится, они тоже несколько раз менялись. И менялись после каждого какого-то изменения в природе, какого-то, то, что современным языком называется катаклизмом, какой-то глобальной аварии на Земле, или после какой-то войны, или после чего-то. Даже у староверов, которые претендуют на очень глубокую древность, и то там можно посчитать не один десяток лет исчислений. Вот. Менялись и название эпох, не то, что там название беседцов, потому что, ну, немножечко там оси Землю наклонилась, земная ось, но понятно, что по-другому надо жить, понятно, что надо пристраиваться. Жрецы, или, может быть, боги, или, может быть, волхвы, или кто-то еще, может быть, просто ученые современным языком, опять же говоря, ну, построились под это, дали новые знания. Произошло какое-то знаменательное событие, ну, кто-то говорит, там, война с теми же самыми, там, Аримами, да, или кем-то еще. Ну, новое исчисление, там, упал, там, Луна, или, там, планета какая-то, или Земля, или осколок, метеорит, что-то случилось, новое исчисление и так далее. Прилетел тот сюда в гости, ну, и так далее. Здесь мы себе просто не можем представить, современные люди, не можем, замученные, как я говорил, Нарзаном, а мы замученные историей официальной, да, мы не можем себе даже представить ту древность, которая была бы возможна, и как жили наши пращуры, наши предки, например, там, сто тысяч лет назад, или, там, миллион лет назад, не знаю. Поэтому нам предстоит с всем разобраться. Но суть в том, что не было единого календаря ни в протяжении временном, ни на протяжении всей нашей величайшей державы, это факт. И здесь надо это все понимать, а не ломать на этом копья. Мне кажется, надо проще подходить к этому вопросу хотя бы на этапе познания. Принимаем, разбираемся, ну, и дальше понимаем, где наносное, где правда, а где возможно. Ну, вот, на этом, наверное, надо с календарем нам остановиться и дальше идти. Следующий вопрос, два вопроса остались у нас. Вопрос в эфир от Владимира Заметич. Андрей Александрович, на мой взгляд, популяционная генетика, породившая теорию гаплогрупп, является прекрасным оружием второго или даже первого уровня обобщенных средств управления. Насколько вообще можно доверять этой теории? Честно говоря, я не сторонник популяционной генетики и гаплогрупп. Вот я долго перемысливал это, даже у меня был доклад такой, сделан на одной генетической конференции, что нужно искать корень проблемы именно в этой системе гаплогрупп, потому что это неправильно. Объясню, почему. Смысл проблемы состоит в том, что биологи занимаются, биологи и медики занимаются проблемой системщиков, чего, в принципе, они сделать не могут. Гены, биология и не медицина, это как вот сегодня нам кажется, это как раз системные объекты, и ими должны заниматься скорее компьютерщики. То есть программисты, те, которые пишут программы, потому что ген – это метод записи определенной управляющей информацией. Мы пишем буквами, а наш организм пишет этими тислотами. Ну, в принципе, от этого ничего не меняется. Можно треугольниками писать, там, квадратами, кругами или еще чем-то. Это просто записи. Вот эту запись должны расшифровывать системщики и те, кто занимается собственно, вот языками и интерпретациями. Но не биологи и, опять же, не генетики. На мой взгляд, гены – это вообще конструкции чисто механические, которые не являются принадлежностью биологического объекта, они являются конструкторами, вот как, например, наши детские конструкторы, в которые мы играли. Взяли там из нескольких кубиков, сложили домик или машинку. В принципе, это наше повелевание. Вот дальше уже машинку кто-то возьмет и будет ей ездить или еще что-то делать. Это уже, как бы, ее дальнейшая судьба. Вот когда мы ее складываем, то это всего лишь кубики, которые складываются в какую-то определенную систему. И поэтому эти кубики, они одинаковые для всех живых организмов. Мы одни и те же гены находим абсолютно у всех живых существ. И каждый ген, он определяет не родство биологическое, вообще не родство, родство отношений никакого не имеет, а ген определяет функцию механическую, ту или иную. Ну, например, я сейчас по названию не вспомню, конечно, но есть гены, например, которые отвечают за большую или маленькую голову, микроцефалины и тому подобное. Но это, то есть, это геометрия и конструкция вовсе никак не родство. Есть и гены, которые отвечают за толерантность к молоку, например. Есть гены, отвечающие за конструкцию групп крови, есть гены, отвечающие за разрез глаза, за то другое. То есть, это программные алгоритмы, которые управляют конструкцией тела и вовсе никак не является никакой другой биологической системой. Изменение этих конструкций может быть любое, как от перестановки, как это формули, слагаемые между собой меняются, так и ориентации под друг по отношению другого. И также мутации, то есть, можно любой ген трансформировать в какое-то необходимое состояние различным путем, ну, например, другой ДНК, делециями, перестановками, и тогда получается тот ген, который вам необходим. И вы его встраиваете уже в другую структуру, которая дает вам в итоге другой организм. Это сегодня делается во всей генетике, когда делают, например, геномодифицированные продукты. То есть, там идет буквальная сборка организма химическим конструктором. То есть, такой, знаете, своеобразный не 3D принтер, а такой своеобразный генетический принтер, на котором печатаются организмы с заданными свойствами. И между ними нет никакого вратства. То есть, принципиально его не может быть. Поэтому нужно разделить, что генетика это конструкция и система, а вовсе не биология и не медицина. Да, еще когда общаешься с учеными-генетиками, то их часто ставит тупик такой вопрос. Ладно, вот вы изучаете такие-таки передвижения родов, вот так-так они передвигались, замечательно, и у вас получается, что русские одна из самых молодых гаплогрупп, и непонятно откуда взявшись, ну или как там по догадкам они там говорят, взялось отсюда, отсюда, ну приблизительно. А что до этого-то было? Вот, например, там африканцам они там чуть ли не 300 или не 600 лет рисуют прошлое, а нам там рисуют ну от силы 25-30 тысяч лет, ну кто-то там осмеливается до 50 там дотянует, но крайне редко. И за вопрос, ладно, скажите, пожалуйста, а вот как влияет, например, огонь, если вы находите останки, которые обожжены очень сильно? Ну да, очень тяжело в этом случае определить. Я говорю, а наши же предки, они по себя свой устав захоронения подчиняли простой заповеди, да не оскверните вы тленом своим святую землю предков ваших, кои политы кровью и потом предков ваших, обличайте уход близким через кроды великие и так далее. То есть, ну сжигали, то, что называется современным языком, то есть крадировали. И в этом случае тогда уже прах, он клался в домовины, укрывался в курганы, то есть на погостах и засыпался от появления курганов. И поэтому, что вы там хотите найти? Если так жили, издревле наши предки, то в этом случае что вы можете найти? А те единицы, которые в захоронении вы находите, это уже те люди, которые по какой-то причине специально были оставлены в том виде, как они есть. И вот тут как раз от них можно уже отталкиваться. Но это уже не так давно все появилось. И многие генетики говорят, ну да, и вот тут вся эта наука рассыпается, потому что мы не имеем древности, не можем определить, когда что произошло. А видно, что, например, там африканские народы, ну закопали-закопали, или там помер сам где-нибудь под пальмой, ну и так его там песком присыпало, он там и остался лежать. У нас-то все немножечко поинтереснее было. Так что вот некоторые научные подходы, они иногда не срабатывают. Да, и тем более, знаете, что слушатель сказал, что это как бы система управления. Ну, он абсолютно прав, потому что сегодня генетики, они себя пытаются поставить в виде такой, некоторой касты отдельных таких современных жрецов, которые единственные владеют инструментом генетического, генетической интерпретации, добычи информации и интерпретации ее. поэтому, если их не контролировать и не требовать от них более убедительных выводов, то они могут завести ту же самую историю в такие дебри, что там не распутаешься не только с африканцами, там вообще и в себе запутаешься, там получится шиворот на выворот. И не то, что там 25 тысяч лет останется нам, а то, может быть, и на одно поколение не хватит. Потому что ребята у нас известны, откуда берутся в эти жрецы. И задачи их тоже вполне понятны. Кстати, здесь, когда Владимир из Матища писал вопрос, я понял, что вот эти первые два оружия первого и второго уровня это как раз из КОБа взят концепцию общественной безопасности, где очень хорошо расписаны вот эти варианты оружия, которые против нас применяются. Ладно, хорошо, этот вопрос понятен. Следующий и заключительный вопрос в эфир от Геннадия из Твери. А почему в России не хотят признавать Айнов, если они наши? Так на сегодняшний день не стоит это вообще проблем. Айны еще в конце 17-18 веков они, насколько я помню, просились даже под юридикцию русского царя, императора тогда, и вместе со всей Камчаткой, вместе со всеми японскими островами. Это, кстати, в моей книге написано тоже. То есть они просились, они били прошение до вторжения японцев современных. И если бы мы тогда удовлетворили их прошение и включили в состав, то японские острова были бы нашими. Поэтому сегодня, кстати, это должно быть для наших миндовских работников должно быть это известный факт. И этот известный факт должен быть оператором. Я уже сколько раз писал и в газете, и на сайтах, что миндовские работники должны выставлять этот факт против японских притязаний на Курильские острова, что японцы сами к японским островам отношения никакого не имеют. Они вообще там гастарбайтеры, которые появились совсем недавно. Как они могут требовать от нас еще нашу землю, если они за свою еще ответственность держать не смогут? То, что теперь с айнами, ну я не знаю, там просто произошел геноцид, и вопрос стоит очень такой жесткий. Либо чтобы с айнами перевернуть все в обратную сторону, и как-то их попытаться реанимировать как народ, то нужно будет признать японские геноциды айнов. А это представляете, это опять очередная не то, что горячая точка, а нежелательная точка в как бы ее назвать-то, я даже не знаю. В современных отношениях между Россией и Японией? Нет, нет, я даже не столько, а понимаете, вот сегодня, если так абстрагироваться от народов, вообще, от названий, народов, от стран, то происходит очень простой процесс. Боль, он не только на нашей земле, если есть какая-то другая земля или планета, там все равно будет то же самое, это принцип системы, система всегда поступает так же, вот как, например, вы воду в одном месте большого корыта нагрели, и она вот эта горячая вода начинает распространяться во все прилежащие области, а эти области в свое время, в свою очередь, ее остужают и получается какая-то средняя, так скажем, фигня, которая ни холодная, ни горячая. Так же и с людьми, когда на одной территории, допустим, на нашей более цивилизованной народы образовали какую-то более высокую цивилизацию, или вот в Европе современной, то менее цивилизованные народы всегда нападают на эту цивилизацию, всегда ее уничтожают. и это, кстати, единственное условие существования апокалипсиса, никакой не, как его называется, не тектонический взрыв, никакой там вулкан Геллоустон, или что-то никакая не комета. Самая большая опасность это как раз в разности потенциалов народов. Почему сегодня мировое правительство пытается сравнять такими экзекутскими методами людей? Да потому что оно понимает, чем больше разность потенциалов, тем больше, тем быстрее загнется цивилизация под натиском не цивилизации, потому что цивилизованные народы всегда будут думать, что они такие хорошие, что они так хорошо живут, они уже бога извиняясь за бороду схватили и начинают пускать на свои территории не цивилизованных, которые сменив танкетки на туфли начинают класть их как вот Барак Обам недавно на стол и делают вид, что так и должно поступать. Поэтому с Айнами получилась та же самая штука, например, обряд Харакири, который известен, он правильно называется Сипуку, это ритуальное спарывание живота, он вовсе не японский, он как раз айновский, обряд, Айны были бойцами, а японцы, которые напали на айновские и японские острова, они были бродячими, ну, как это сказать, кочевниками, обычными, захватчиками, или, например, сёгун, например, такое понятие, там, одинокий воин, тоже вот был не так давно этот фильм по телевидению, японский сёгун, это тоже сёгун, это понятие айновское, и это из их культуры, японцы к сёгунам отношения не имеют не только генетического или какого-то, им даже нельзя, им запрещено быть сёгунами, потому что это по статусу не положено, также вот айновским является, я уже сказал, что все названия современных топонимов, которые есть в Японии, начиная от самого Токио и далее, и японского названия там нет ни одного, ну, исключая, например, только самые-самые последние, и вот если этот пласт начинать переворачивать, то тогда нужно будет признать, что действительно корейское население определённое, смешанное с китайским, было переселено 150 лет назад на Японские острова, проведена примерно такая же операция, как сегодня в Европе, произошёл геноцид местного воинского населения, получилась современная Япония, всё, вот, чтобы это перевернуть и назад, это представляет, это целая революция будет, а японцу там наплодилось уже столько, сколько вон в ином муравейники. Так что, мастера международных дел, пожалуйста, прислушайтесь, есть возможность поправить ситуацию очень просто, безболезненно и решить многие вопросы в пользу нашей великой державы. Ну что ж, подводим итог сегодняшней нашей встречи, можно в заключение что-либо сказать доброе, вечное, красивое, счастливое, чтобы душа развернулась и отправить всех кого-то отдыхать, а кому-то пожелать доброе утро, поскольку держава наша великая. Да. Ну, держава наша действительно великая, люди у нас тоже великие, я думаю, что на наших с вами плечах Россия будет всё-таки нестись над любыми пропастями, какие бы глубокие они ни были, нам, в общем, до их глубины дела нету, нам нужно лететь вверх, вперёд и ввысь. Я хотел в заключение просто предложить нашим слушателям для того, чтобы начинать изучать историю русского народа, нашу с вами историю, всё-таки попытаться обратиться к русским народным сказкам. Я не случайно, вот вышла у меня год назад книжка сказки из библиотеки Ивана Грозного, она в издательстве Белой Альвы вышла, и сейчас второй тираж будет уже этой книге, просто там из этих сказок, их 35 сказок XIX века, я их интерпретировал так вот, только имена дал персонажам, а так они вот в первородном в том варианте сделаны, и там как раз понятна система вообще вот устройства древней цивилизации русской, и система вот этих обращений и божеств, и, ну, по нашему пониманию, и различных сказочных персонажей, где находятся какие миры и тому подобное. Вот как только вы поймете вот эту систему, как систему, образующую вот такую связку, то вся остальная история, она будет смотреться гораздо более просто, вы начнете видеть некоторые моменты истории, как говорится, как на ладони, поэтому я вот призываю, что начать надо все-таки с изучения родных сказок, это будет очень интересно. успехов всем. Хорошо. Благодарю за теплые слова нашим радиослушателям, пока еще передача у нас не закончилась, я обращаюсь, напишите, понравилась вам сегодняшняя беседа, насколько она была жива, насколько она была информационно интересна, насколько была познавательна, что-то для себя, может быть, интересное узнали и так далее. А я уже буду подводить итог встречи. Мы много говорим, часто о чем-то возвышенном, но надо, наверное, подумать вот о чем. Рабская идеология пока в чести у многих людей и так получается, что эти люди, которые себя причисляют к рабам, они, в общем-то, и живут по-рабски. Но если бы люди осознали себя человеками и наследниками богов, то жили бы по-божески, по божественным устоям, по совести, ну, как положено богам, а не рабам. Страшающихся богов, например, божественной кары и так далее. То есть, без страха ладусь природой. Ведь раб живет по-рабски на чужой земле, работает на хозяина со всеми вытекающими отсюда последствиями. А хозяин – это творец, защитник, созидатель, аз, что означает бог на земле. Вот поэтому пора, наверное, задуматься, к кому вы себя относите. А к кому вы себя относите, в общем-то, так и живете. А и как живете, то и получаете от жизни. Ну, и в конечном итоге то вас ждет после смерти. И если вы понимаете, что боги суть отцы наши, а мы их дети, ну, тогда все стоит на свои места и все понятно. И если этого не понимаете, значит, еще не доросли. А может быть, так генетически сложилось, что вам ближе быть рабом. Вот просто-напросто задумывайтесь об этом почаще и перестаньте страдать мазохизмом. Напомню, что сегодня у нас 30 марта 2016 года среда. По одному из современных календарей, по одному из старинных 29-й день месяца пробуждения природы 7524-го лета Асьмица. Мы говорили про происхождение языков. Главный сведущий Тюняев Андрей Александрович, за что низкий поклон ему. Также я благодарю всех, кто участвовал очень активно в чате своими писаниями, своими мыслями делились люди очень активно. И вот хорошие отзывы идут сегодняшней нашей передаче. Всех вас благодарю. Прощаюсь с вами. Желаю всего-всего самого доброго. С вами было Народное Славянское Радио. Алексей Орлов. До новых встреч. Услышимся. Всего доброго. Народное Славянское Радио для пытливых умов. Продолжение следует...